Субтитры сделал DimaTorzok 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 Закрою все лишнее, а потом естественно Субтитры сделал DimaTorzok 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 обменять, как бы, ну, нет предложений, пишет, типа. 8 лингов строятся. У Вани, Ваня подмасил собачек 8 штук против рипера. Нужно спускаться, пытаться зажать. Хорошо Ваня пытается зажать, но ушел сейчас у нас риперочек-то. Линги попытались покусать, но как-то не пробрить. Макью, спасибо тебе, 16 рублей вижу в флэре. Что за звук ветра? Так ветер дует на карте, что ж ты, не слышишь, что ли? Ветрено здесь. В новом Гетисберге ветрено. Так, еще-то тут Ваня, блин, Ваня, кстати, очень агрессивный такой игрок, я заметил. Он любит там подмаситься, лингов там, в общем-то, ну, молодой, что тут говорить. Вот они бегут вперед, и может больно сейчас быть, на самом деле, его оппоненту. Рабочих вообще здесь нет. Четыре марика на луграунде, ну, в принципе, закрыть депошки просто наверху, и все вообще. Все, линги с мум, линги налетают. Четыре марика окружено, но депошку не успевает закрыть, это же такой провал. Как же депошку-то не успел закрыть? Линги на мэне оказываются сейчас резко, ну, криво, как-то Ваня дерется. Марика сразу не убил, потом все-таки подгрыз. И это катастрофа для тирана, ребят, посмотрите на лимит, 25-40 там с лишним. Линги накидываются на Марика в очередной раз. Марика еле-еле, но сгрызает Ваня. Подрезал еще КСМ-ку, пытается грызть реактор. Не надо ему грызть реактор, ни в коем случае. Здесь рипер что-то с лингами дерется. Вообще, поначалу вроде неплохо Ваня контролил, потому что потом что-то закривил немножечко. Плюс два эволюшина, третья хата, но здесь погибнет еще КСМ-ка и депошка, поэтому все в порядке. Рипера бы надо поймать, конечно, но пока не ловит Ваня рипера. Сейчас макью тебе добавлю. Сегодня день малого доната. Спасибо всем. Миша наделил мне сатанчик. А остальные все. День не малого, а день молчальевого доната, я бы сказал. Так. 1-1, что Ваня делает сейчас? Беллинг, Нест Ваня делает сейчас. Лингов много. Я так понимаю, что он и в лоб собрался добить своего оппонента. 6 бейнов где-то сзади морфится. Линги все новое и новое строятся. Плюс он не хочет давать шанс тирану вообще никакой. Так. Ну и луцераптора сейчас явно проблемы. Будут деньги, правда, отдельно. От бейнов куда-то идут, там отдаются. Морфится 2 бейна. Плюс еще. Линги забегает. Все это со стимом дело. Рибер кидает гранатку. Линги бейны заходят. Морфится. Морфится взрывается. Нужно депошечку пробивать. Быстрее, как можно нужно это делать. Реактор тоже под ударом. Все, короче, тут пробивает. По итогу Ваня. Бейлингов, правда, нет, чтобы на КГ зайти. Но это ГГ для луцераптора. Это печально. Ну что, Ваня идет дальше. Последнее время успешно выступает достаточно. У него тут Тейлз будет впереди. Корейб, скорее всего. Ну, Корейб он пробревал. Уже Кино пробревал недавно. Который тоже, кстати, опять же, играет сегодня. Так, устранил же пока оппонента. Я не наблюдаю что-то. У КАСа нету. У Диманки нету. У Блай вообще почему-то все-таки отсутствует. Кванчи со Слипом. А, понял. Нет, я ничего... Ничего не писал в строчку, да. Что-то я затупил вообще. Ну ладно, все, да. Теперь дает. Ну пока не буду. Потом разберусь. Короче, спасибо тебе большое. Потом тебя добавлю. Как сделаю операцию, все равно ты топчиком. Поддержки будешь за месяц получается. Я думаю, там все сработает. Пусть не хочу сейчас отвлекаться сильно. Я уж извиняюсь от стрима, так как тут надо врываться самому. Здесь же не рестрим. Здесь сама картинка не идет. Картинку я, получается, делаю. Ну и надо, надо разбираться, короче. Думаю, на будущем самому мне по приколу будет Го ФСК поиграть. Пару-то туров могу пройти, что-то. Когда-нибудь. Капа стабильный, несколько дней поиграю. Life Streetsing Tour. Так, так, так. Ну, Стрэнджер нет оппонента. Ну, наверное, Стрэнджер ждать, плюс другие, тоже далековато все. В общем-то, ни у кого ничего нету. Ну, у Стрэнджер там интересный. Крофбар и Руфзерк. Неплохие игроки. Могут быть во втором туре относительно. Пользователь Барлок активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Барлок. Могут быть во втором туре относительно. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за стримы! И всякий мусор там строительный, короче говоря. И в итоге просто смотрю на часы уже 17.00, бонж-вокап уже был в самом разгаре. Там вчера я решил, что стримить не буду, я отдохнул. Вчера уже что-то поехал. Пожарили овощей. Рыбки чуть-чуть с друзьями там дома. Как-то так. Ну а сегодня ГУФУСК, соответственно, после будет у нас ВЦС квалификация. Я не знаю, сколько стадий ГУФУСК за 2 часа пройдет. Ну достаточно много на финала, навряд ли успеем. Но если кто-то Стрэндж, Касс, Димага, неважно кто, будет далеко, то я обязательно их постримлю. Потому что ВЦС там будет квалификации только начинаться. Я не знаю, почему ВЦС, Копа Америка, не сделали на час, на два позже. Если бы он был в 18, начинался в 19, уже точно бы не совпали бы эти турниры. Но совпали они, к сожалению. Стрэндж пока отсутствует. Так, ЕСВ КРОВБАР. Привет, Фулгорыч, привет всем, короче, ребят, кто подошел недавно. Давайте смотреть просто. Так, я уговариваю Стрэнджа Регеса в любом случае на отборочное, но надо тут что-то. Надо как-то надо. 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 Ну что, КРОВБАР против Стрэнджа, не думаю, что силы здесь равны. О, нифига себе, у меня на клаве единичка просто стерлась вообще полностью. Смотрите, блин, какая же клава грязная уже, все мне никак не почистить ее, там просто шерсть сплошная. Ладно, разберусь, как-нибудь почищу. Так, ногов на Team Liquid'е сетки нету, я вообще ее туда не впиливаю никогда. Действительно, надо разобраться, как там это. Я даже не шарю, как это делать. В общем-то, на Twitch'е как туда впиливать сообщение дня какой-нибудь с сеткой или сетку как впиливать, надо будет разбираться. Так, у Стрэнджа застройка на лоу-граунде, пилон-гейт, кибернайточка пошла сверху добыча. Остается, приходит пробка и видит все. Здесь 17-я хата Газпул был, билд стандартный достаточно. Третьих пока нету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стрэндж хочет заметить, будет Лизерд третью ставить, поэтому не уходит пока никуда, но решил, что по таймингу пора сваливать. Ну я не то, что замечаний не делаю, я просто если вижу, где косяк с трэнджу говорю, там он уже делает сам выводы, обычно он сам все прекрасно понимает, что как где не то. Замечания то что мне делать еще? Тренер что ли? Так, просто стараюсь сказать, то есть вдруг он сам как бы не понял, что произошло, здесь то виднее мне так как видно два игрока, но чаще всего он и сам видел, где что происходило. Адептам все разведал, третью разведал, вообще тут дрон стоит на третьей, можно было попытаться подряд, но Стрэндж не видел. Скорость таки, адептам в твайлайте робу заказана, здесь второй гейт застройки, плюс один гейт еще на мэне, четыре гейта видимо от Стрэнджа будет, но он любит этот билд с четырьмя гейтами, ну наверное не больше, навряд ли адепт all-in здесь будет, да как бы, то есть просто через четыре, не через три, через четыре под пуш и потом выход в третий нексус, соответственно. Овер пытается залететь на вторую, что сталкер-то будет заходить? Не, пока сталкер не реагирует никак на Овера. Так, Краубар, пытается на мэн залететь, но вот если он сейчас полетит сюда Овером через весь мэн, то Стрэндж сможет и на второй сбрить, и на мэне. Но надо лингов отогнать, Овера-то начинает сбивать Стрэндж, что ты творишь? Так, я бы на месте Стрэнджа по еще второго сталкера. Все, Овер спалит Дарк Шрайн сейчас, но вот это не нужно ему было, чтоб Дарк Шрайн спалил Овер. Я думаю, что имеет смысл, учитывая то, что скорость Адаки адептам делается, имеет смысл отменить этот Дарк Шрайн, он не нужен Стрэнджу сейчас будет. Хотя, с другой стороны, можно спокойно на третий нексус выходить просто с Дарками, но там уже лэйр пошел. Навряд ли просто Дарк Харас сейчас что-то даст, да, Стрэнджу. Он решил оставить, то есть этот юнит будет изданен цен на всю, на протяжении всей игры, во-первых, во-вторых, Архончиков можно подслить там из них, да? Три адепта на мэйн, три адепта на третью базу заходят. Куда они идут-то вообще? Они вместе соединяются сейчас в шесть штучек. Призма загружает четыре, шестерыми адептами, шестью адептами, простите, шестерыми. Можно врываться сейчас, пытаться уже, что Стрэндж и делать. Заходит на третью, королеву подрезал раз, королеву подрезает два, и Призма на мэйн в это время летит. Одного дрона Стрэндж сразу же подрезает, тут плетки даже Зерк решил построить, чтобы законтрить адепт. Харас еще бы один залп и плетка бы погибла, но залп по Стрэндж не дождался. Адепты врываются с на мэйн, а на мэйне четыре даркады, лэйр можно резать просто, сейчас что Стрэндж и делает. Дарки просто с колоссальной скоростью выпиливают это ключевое здание Зерга, но линги прибегают с оверсиром. Сможет ли Стрэндж добить здесь лэйр? Я очень сильно сомневаюсь. Нет, смог последним дарком и даже улететь, смог в это время на третий просто развод, какой-то погром у Зерга. Вам так не кажется? Несмотря на Стрэндж потери не слабые, вроде как он достаточно удачно все делает. Вот. То есть он-то выбивает экономику, он не просто юнитов убивает. И выбивает и ключевое здание лэйр, одну хату минус нул. Да, натерял юнитов, но у него все хорошо, вот у него третий Нексус пошел. Новый лэйр вынужден делать Зерг, учитывая, что оверсир один, по-моему, да, там, вот он, да, летает один. И Зерг его вообще вперед не берет, сюда можно двух дарков варпануть и просто отбиться вообще. Какая у меня картинка битая на ссылку на ютуб? Какую ссылку на ютуб? Два Архона прилетают харасить сейчас со стороны Стрэнджа, посмотрите, с королевой они очень быстро сейчас договорятся, договорились с королевой, и начинает хату Стрэндж отменять тут. Плюс еще два адепта. В это время врыв идет реводжерами и лингами. Ну вот один, где один Дарк? Единственный, который просто здесь все отобьет, его нету. Но здесь нечем отбить вот этих юнитов, понимаете, сейчас просто нечем Зергу отбить трех адептов и двух Архонов. Адепты танкуют, Архоны просто разрывают с флешем всех собак. Вот это уже катастрофа для Зерга, он в стэке прямо между Архонами его уводит. Что же ты творишь-то? Кто так в стэке рабов-то уводит? Архоны полетели, адепты сами придут сейчас. Четвертую Зерг пытается поставить, но тут ему что-то не до четвертой базы. Можно спорку отменить сейчас, отменяет тренч спорку. Оверсира пытается подрезать, но лейер есть уже у Оверсира, не вижу особого смысла прямо. Это не цель, по-моему, подрезать. Призма висит, надо законтролить Архонов, главное забирать, не давать Архонов выбить. Все у них практически все их жизни это поля. То есть все их ХП это поля. Всего 10 они имеют зелененькие полоски, поэтому если вы спасаете Архона, когда у него только ХП осталось, это идеально просто. Он просто постоит где-то в тылу и отрегенится полно. Это очень важно. Стрэндж заново третий Нексус ставит. Ну, 102-53 полиомета, здесь все очевидно. Архонами прилетает Стрэндж еще бомбит здесь рабочих. Единственное, не хватает Стрэнджу контроля кликануть в рабочих, но не страшно. Забрал одного реведжера, дохленького. И здесь выход пошел. Сталкеры с блинком, адепты, имморталы плюс один час будет. Надо призму прилететь в центр, да, пока как раз Архоны там порегенятся, посидят немножечко. У них, кстати, цвет меняется, такого ярко-зеленого, как поля, он такой голубей становится вокруг. И... Сейчас в Архрус пойдет. Да, он уже регенится. 100 полей во втором Старкрафте реген-то очень большой, когда вне боя юниты находятся. В отличие от первого, где реген как у Зерга, реген хп шел. По чуть-чуть, по чуть-чуть прибавляли поля и все. то есть в бою это было выгоднее с одной стороны, с другой без боя выгоднее. Конечно, такой гигантский реген. Так, стрэнч идет дальше. Что у нас в сетке, давайте я вам покажу. В сетке у нас следующее. В сетке у нас... Так... Каз бьется с каким-то джелесом. Джелес, джелес. Ваня ждет. Стрэндж у нас что? А у Стрэнджа Хэлл Рейзер есть, оппонент уже. Туда-то мы и ворвемся. Тем более украинский флаг у него. Ну что ж, ждем Хэлл Рейзер Стрэндж. Мы матчем. И я, и вы. Напомню, кстати, что завтра будет в Паралиге продолжение. Для тех, кто не знает, ребят. Что же там будет? Там будет СК Телеком против команды КТ сегодня. КТ вырвали победу в эйс-матче. Все 7 игр мы увидели. Это было круто. Завтра будет продолжение. Заходите в Allkill Format. 12.00 начало. Запись, кстати, на главный уже я выложил. Вот. Кто не видел. Также выложены прошлые записи. Моя СГЛ турнира, группа на Ютубе. Есть в группе ВКонтакте и в видеозаписях на Гудгейме. Там она вниз уже ушла. Так. До встречи. Да. Продолжение следует... 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 Зарядился телефон... Положу поближе... Отрублю звук... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, два адепта заказано Ну, Стрэнджа Третий пион, Мазеркор Здесь абсолютно то же самое, пока зеркально Все происходит Кросс-риспы Приходит Стрэндж, находит оппонента Приходит Хеллрейзер, находит Стрэнджа Сейчас Чуточку позже Только в рейд запишу, но это ничего абсолютно не значит Пробка успела От Мазеркору уйти, это хорошо Так, Ваня против Тейлс, там уже начинается Что ли Так, видит Стрэндж пробку Посмотрите, она вниз пошла, сейчас адепты Закадышатся, иллюзии вниз пойдут Стрэндж собирается ее нагнать, между прочим Нагоняет, вот она уходит Красавчик Стрэндж, конечно, такими надо пользоваться Моментно, все, пробочку минус ну Адепты идут к самому Стрэнджу сейчас так же Здесь у нас плюс два еще адепта И Старгейд, то есть это через четыре адепта оппонент Адепта Оракула получится будет, здесь пробочку забирает Хеллрейзер Стрэнджу одну Заходит адепта на ХГ, вот это ошибка Они отсюда уже вряд ли куда-либо денутся То есть, да, он орвется к минеральной линии поближе Хеллрейзера Но надо уверчаж ставить Стрэндж, я что-то так медленно реагирую Стравит Стрэндж, уверчаж Здесь просто тоже адепты Стрэнджевские Бомбят Хеллрейзера, нужно поменять их местами Стрэндж заходит на Мэн, здесь так же три пилона нормально поставлены Но Стрэндж решил, что надо телепортироваться Ну три пробки, я думаю, что Стрэндж заберет Здесь, да, три пробочки забирает И это лучший размен, чем, конечно же, Хеллрейзер сделал Он что вообще убил? Он Стрэнджа убил А, четыре пробки, в сложности Стрэндж убил Одну потерял, то есть, только на втором Нексусе там были потеряны Но и три адепта То есть, да, у Стрэнджа значительно меньше потери Но это пока абсолютно не катастрофа Тем более, здесь Оракл устроится Он может нажечь еще сто процентов что-то Но это будет от Стрэнджа зависеть уже Что он нажгет, не нажгет Нексус у Стрэнджа Тоже чуть-чуть раньше, кажется, все получше Пока что, немножко Но на одну пробку меньше, несмотря на то, что мне тут раньше Так, Холл Икс В2, ты что, я же приехал Собирался я с кухни переехать в комнату давным-давно Не типа это как бы Коми-студия, комната моя Блин, вот Стрэндж, если бы еще один выстрел сделал бы То Оракл бы все равно и погиб бы на 4 хп ушел Но надо до конца делать В итоге Оракл 2сн3 здесь забирает И это неприятно 2сн3 это ценные очень юниты Стрэндж делает скорость атаки адепту Возможно, какие-то пуши увидим здесь В перспективе Может быть и нет Сейчас просто делают скорость атаки первым грейдом Не только для агрессии, но и для обороны Зачастую пропса ПВП Так, есть 2 Оракула уже Есть еще одна Сентрия У Стрэнджа сейчас залетят Оракулу Сентрию могут моментально минуснуть Она сзади где-то за сталкерами стоит Она в краешку стоит, смотрите сейчас Ну не того Стрэндж фокусит Оракулу-то, демеджиного надо фокусить Стрэндж, что же ты делаешь-то? Ну вот Оракулы прилетели Нажгли еще Стрэндж тем не менее больше Полимед, что-то пробки в Контрол Сейчас затупили В Контроле были Ну и в Оракулы улетели спокойно Гудлинру Да пока не знаю, там на ИКе есть 2 варианта За около 20 и около 26 РМ Вот Ну хотелось бы что-то такое взять Чтобы как бы надолго он здесь был Вот и все Посмотрим, может здесь еще в городе Посмотрим Тоже есть как бы местная Ну Не знаю, есть ли что-нибудь там нормальное Что-нибудь-то есть наверняка Так, Хеллрейзер адептиками вперед идет Стрэнджа больше лимитом сейчас И ты открываешь А, то есть это просто масса адепта Но Хеллрейзер понял, что у него плохая экономическая ситуация И понял, что здесь надо наламывать То есть адепты плюс еще 2 Оракула у него есть Получает соплай блок на ровном месте Ну вот неприятно при таких пушах Соплай блоки таких сейчас у Хеллрейзера есть Надо не просто пилон Надо еще один пилон обязательно ставить Надо посмотреть Всего тоже плюс 1 пилон Сейчас еще 4 адепта будет И опять соплай блок Через 4 лимита Ну вот как-то криво здесь у Хеллрейзера получается В этом плане Адепты врываются Здесь прямо к Стрэнджу Оракула налетает У Стрэнджа тоже скорость атаки есть У Стрэнджа не только адепты в миксе У Стрэнджа и Уверчарш Стрэндж, конечно же, отбивается Ну начальная, в общем-то, врыв этот подрешал Изначально Стрэндж начал больше забирать Лучше размениваться Из-за этого как бы смог и в Нинксус выйти Касс с кем-то бьется Я Кассу ворву сейчас, ребята Рекорд Малакат какой-то Я не знаю, кто это такой Но посмотрим Касс еще Не только Стрэнджа смотреть нам Поехали Это второй тур еще получается У Аня с Тейлсом Ждет уже на Амшаре его У Стрэнджа пока ампонентов нету никаких Кванчи Слипа пробил Красавчик Кванчи корейчика отправил Ну хоть Слипа мы видели недавно Ничем он не впечатлил Вообще мертвовато отыграл Но все равно молодец Ну кстати, я что-то мог пропустить Стрэнджа Хэллрайзера Потому что не стоял мод Где пробок показывались Стрэнджа Хэллайзера Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Помимобиль Ну хотел я на права как-то сдать Но пока что-то не до этого На самом деле мне не до прав Ну как-то к зиме-осени буду думать Тут много всего навалилось еще Квартиру надо обустраивать И вообще как бы Много-много-много-много-много всего На все не хватает И времени, и средств Естественно Ну так и не бывает, что у кого-то хватает И времени Не, ну может у кого-то есть, но все время так быть не может Даже если хватает средств Может не хватать времени А если хватает Времени, может не хватать средств Прилетает КАЗ Начинает бомбить Кажется Ну я не знаю, что это за игрок Игрок явно слабый Судя по происходящему здесь КАЗ просто, посмотрите Один рипер взрывает крабиков Просто как реально Беззащитных животных каких-то А не зергов опаснейших Вот уже три рипера Здесь три бандита Они начинают просто шатать жестко Дроны падают и падают Королева выходит первая Надо отлететь Еще у КАЗа бункер есть То есть можно сесть Пересидеть здесь демедженому риперу спокойно Надо вынуть просто зелененьких Да Ну КАЗ всех берет Летит вниз Королева пытается убить Тут не надо терять рипера на королеве Ну КАЗа и не теряет В общем-то риперов Немножечко назад отвел Сейчас зарегенится Роуч Ворон очень поздний Узерган Это три барака в проксе То есть риперы моментально сюда прилетают Конечно печаль Вот четыре гранаты Кидаем сюда Три даже Все, минус три личинки Для КАЗ такими вещами не пользуются Это на самом деле Очень сильно решать Риперы на мэне уже Пять риперов ваншотит Дронов Как вы понимаете Взрывается просто все Линги на муви уже Ну а что этот мув делать может КАЗ улетает Одного ГГ Очевидно да Не соперник КАЗу Просто игрок этот Ну успели посмотреть Че плохо что ли Посмотрели игру лишнюю У КАЗа есть ПАПИДЖО Кстати Пользователь Макуи активировал премиум на ваш канал Посильнее чем вот этот игрок дальше у КАЗа Вот Я думаю что туда я и ворвусь Собственно говоря КАЗу в следующую Стрэндж оппоненту Димага против Джеральда Кстати Джеральд по моему Проц Выгрели Димага Стрэндж оппоненту Так И лейзер там что-то стартует Не может димагрид достучаться Пока да Оппонент своего Пользователь Кубоом активировал премиум на ваш канал Пользователь Макуи активировал премиум на ваш канал Так Спасибо Кабум Спасибо Макью Спасибо за премиум Интересуюсь у Димаги Как у него там планы на будущее Макуи поддержал ваш канал на сумму 260 рублей Будь здоров Спасибо Макью Спасибо за будь здоров Спасибо за 260 за премиум За все большое спасибо Спасибо Ну что Димага против тест Джеральда У нас бьется Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Не надо, говорит, я верю тебе. Продолжение следует... 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 Нет, Starline Лига 23-го, первая группа, это вторник, насколько я понимаю. А, Starline, да, начинается уже, вот что-то, много, короче, всего СНГ будем смотреть, чисто СНГ, Starline, потому что чисто СНГ, я думаю, в таком формате в дальнейшем и надо делать, чтобы там без всяких топовых евроигроков, чтобы молодежь наша, как бы, имела возможность, да, проходить и старички, и молодежь, вот, и я думаю, что это будет помогать уровню Старкрафта тоже. Приходят адепты, у демаги это проблема, ребята, что-то у демаги все плохо, неужели сейчас сольет он так нелепо, здесь стазисная ловушка сработала. На мейн адепт заходит, Дима, уводи рабочих, что же ты делаешь сейчас, все они погибнут, как же громят адепты, рабок уже 25 за эту игру, демага потерял, 10 роучей, плюс там 3 гидра леска строят, я не знаю, зачем демаги вообще, эта гидра нужна, адепты в рабах, опять нужно уводить отсюда, по боевому лимит, пока демага в плюсе, и там Darkseid еще строится, и третий не ксусу Джеральда, между прочим. Здесь еще это дроны туда-сюда катаются, и опять не успевают роучи прийти, опять рабочие будут терпеть, демага уже его достала, эти врывы он уже дронов берет здесь просто, чтобы отбиться. Ну, здесь отбился в итоге, но 3-4, 63, парабам, ребята, это же катастрофа вообще. Нужно идти в контратаку сейчас демаги, тут накопилось 1200 на 1100 законтролился, там в процесс что-то. Ну, шанс для демаги это контратаковать, сейчас я других шансов не вижу на самом деле. Все, адептов недоконтроливает больше. Лэйр у демаги есть, зря он не заказывал мув сейчас, конечно, лингом. Здесь 6 дарков есть, если демага без оверсира сейчас пойдет, они просто распотрошат всю армию, скорее всего, но демага вообще никуда пока не идет, он хаттэ, он решил, что сможет установить экономику, ну, у Протсу-то 70 рабочих, емано, какая жесть, я архоныч, 2 роботцы, морд, лархоны, попробуй сейчас микс жесткий будет, демаги нужно SD зажимать просто на максимум сейчас, стараться восстановить всех рабочих, стараться восстановить вторую, третью и желательно и четвертую в перспективе. Можно попытаться, вот с этой такой ситуацией, мне кажется, шпиль, выход, мутку очень сильно мы могут бы подрешать, здесь просто очень немобильный микс. Памир поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Привет, Памич. Давно не был на ГГ, как приятно снова смотреть любимый стрим. Держи на диван. ПС может две игры сыграешь? Спасибо, Памир. Игры уже я пару сегодня сыграл, я говорю, если будет свободное время, то я ФП поиграю в любом случае. Но сегодня уже навряд ли до конца турниров. Так, заходи по части, я очень часто сейчас ФП играю на стримах. Фермер 323 поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Мой вклад в диван. Спасибо. Спасибо за стримы. Спасибо вам, ребят, что поддерживаете, смотрите. За помощь на диван. Старлайн Лига. Первый сезон сейчас, в будущем будут еще сезоны. Обязательно. Так что регистрируйтесь, участвуйте. У Димаги Люркерден. Посмотрите. Несмотря на начальные провалы, Димага восстанавливается. То есть, он на опте. Видно, что просто все-таки не так четко может стерилизовать. Ну, три Дарка пришли. Четвертый у Хатта, например, Димаги сейчас убьет. Джеральд. Четвертый он не отобьет. Но Димаги сейчас главное наморфить гидры. И тогда у него все будет нормально. Вот пришел Димага. Посмотрите, своей армией. Для чего он пришел? Я хочу его... А вот, я просто не заметил, где же Уверсир летит. Вот он сзади залетел. Три Дарка принимает. Не надо терять так много Дарков. Выход, кажется, пошел со стороны Протсона. Да, пошел выход. А Димага Люру не заморфил. Где же Люрат? Димага нужно срочно морфиться. Так, обходит Димага. Люркеры не готовы. Ёва мое. Сейчас минус Димага будет, ребят. Если он таким миксом примет бой. Это же просто дичь будет. Проходит Димага мимо. Видит, тут просто адский лимит. Плюс Реведжера, еще плюс Гидра. Да какая Гидра? Люркер Дэн готов. Дима Люру, Морфе. Как же поздно он это делает. Он давным-давно мог уже Люркеров иметь. Но Протс боится. Поет зад-перед. Обсервера в миксе. Вообще нет у Протса. У него один есть. Где он? А нет, здесь летает Ру. Здесь опс есть. Ну, кажется, Димага накрыл опса. Не, не накрыл, мне показалось. Короче, здесь поднимается Люра. Люра в воздухе будет. Смотрите, недоморфливается Люркер сейчас в воздухе. Джеральд идет вперед и минусует Димагу. В мясо сейчас, ребят. 170 на 90. Гргргрэл пишет Дима. Дима всегда манерен. спасибо большое ему за это короче без демаги дальше ГОФУСК продолжится к сожалению ну таким Джеральдом конечно не стоит проигрывать надо бы трениться побольше все таки так сейчас я добавлю поддержавших вновь меня спасибо всем за поддержку 3 рублевые исчезают только Макьюз 16 будет сзади находиться короче спасибо всем просматриваем кто же у нас здесь присутствует КАС уже начал играть да в рейтинговой игре КАС уже успел слить что ли я чуть не понимаю а погодите не обновлена сетка или я не знаю что Матвей в четвертом туме уже кстати далеко прошел Тейл все таки Ваню убил и с намшаром будет биться Кванчи убил арта в четвертом туре красавицу там бистик и арт опасные игроки прошу Стрэнджа чтобы заинвайтил если я не замечу просто будем смотреть ну за КАСом тоже буду я следить следующий раз Продолжение следует... Так, секундочку. Так, действительно, это одинаковые макьюмиш по ходу дела. Сейчас я посмотрю. Да, 276 у макью, это один и тот же макью. Крендель возвращается в топчик, короче. Я и не заметил вообще. Ты абсолютно враг. Не выйти кренделя так просто, не вытеснить всего тремя рублями. Да, я понял тебя, макью, я всех понял. Спасибо, ребят, всем. Что, я не понимаю, почему Ка сыграет? Это уже ладер, он что, уже проиграл, что ли, или что? Кванчи с Илаевом будет играть. Я посмотрел бы, но я не знаю, как Кванчи найти. У меня был в «Друзьях» в родине. Нет, у меня его нет, друзья. Сейчас попробую, может. Добавить так. Пользователь Юрий подчеркивания Шира активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Юрий Шира. Спасибо, Юрий Шира. Привет, телевизор. Не бушуй. Пытаюсь Кванчи добавить, но, возможно, он уже в игре. Спасибо, Юрий Шира. Продолжение следует... 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 Так, ну что, адепт заходит... Продолжение следует... 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 Но Даркшрайн скоро будет готов, и сейчас два Иммортала уже будут. И здесь летают делки в призме. Сейчас три штучки. Стрэндж начинает королеву забирать. Пытаться. Так, второй Иммортал ещё не вышел. Заходит Йога. Стрэндж видит, что Йога заходит. Нас нужно оверчаж вешать на пилон. Стрэндж вешает, тут пилон сразу же почти будет уничтожен. Второй Иммортал спускает. Всё, Даркшрайн доделывается. Только не варпани какую-нибудь шляпу сейчас, Стрэндж. Я тебя умоляю, оверпани дарков сейчас. Здесь просто нечем убить дарку. А не лэйр есть, смотрите-ка. И уверстер есть у Йога. Блин, он тут. Пользователь Морк активировал премиум на ваш канал. Предусмотрел, спасибо, Морк. Акайте. Третье нету, есть? Хоть пробочку буду на обычную направить было бы неплохо. Иммортал и бьётся, делок бьётся. Так, оверчаж Стрэндж выставил, но не сюда. Вот куда надо было его выставлять, а не сюда. Третье Иммортал уже приходит. По 51-31. Кур-абамщи ситуация. Ещё один оверчаж Стрэндж выставляет. Иммортал, конечно же, здесь неслабо просто дэмэджа наносит. Нужно ступить назад Стрэндж немножечко. Заходит новых лингов. Пак сейчас. Пытается покуснуть Иммортал в Йога. Йога покусит. Стрэндж добавил пару дарков. А чем? А что дарки-то должны здесь делать? Здесь же есть Вижен. Странное Стрэндж действие предпринимает. Сейчас по лимиту ситуация практически равная становится. Но проблема в том, что сейчас у Йога здесь... Так, как же он доморфился. Это чёртов реведжер на халяву. У Йога нету прироста. И Стрэндж здесь еле-еле. Но держит Стрэндж, чтобы филды нужны бы сейчас были бы, как по мне. Но филдов у него нету. Так, видит Стрэндж, что уходит Йога. До варф, до арка на третью базу происходит. Здесь на мэне в лоб опять идёт Иммортал под ударом. Под уверчаж уходит за пилончик назад. Сейчас там Иммортал у Стрэнджа. Еле-еле живу здесь. Уверчаж же всё ставится. Где же до варфа вообще гейтов раз-два? И здесь три-пять гейтов есть. Стрэндж вообще не варпает юнитов. Где варф-то вообще, блядь? Сейчас добьёт его Йога. 26-48. Почему варпов-то не было вовремя? Я не понимаю. А-а-а, на призму Стрэндж варпил адептов. Вот в чём суть. Блин, из-за этого терпит здесь, дома. Из-за того, что на призму переварпил. Здесь надо бы пробочками уже драться. Стрэндж не дерётся пробками. Но он напрягает Йога одновременно. Пытается напрягать. Да, варп сталкеров идёт. Уверсира надо выбить бы срочно, чтобы Дарк. А, вообще здесь никто не видел. Дарка никто не увидит. Адепты отвлекли. По лимиту резко ровно. Становится он на третьей в базу. Линги ворвали сейчас. Минус все пробки Стрэнджа. Но рабов всё равно больше. Дарк помогает. Очень хорошо. Здесь уверсира нету. Вижена то есть нету. В итоге роуч падает. Всё падает. 59-79. Но всё равно Йога больше. В разы. В два раза боевого больше. Ну сейчас Стрэндж, правда, наварпит. Сейчас с пяти гейтов. И Мортал сейчас ещё один выйдет. У него оверсир есть. У Йога улынят. У Йога плохо с экономикой. Ну, кстати, могу уже сейчас попробовать перейти куда-то. Здесь Мазеркор. Стрэндж пытается напрягать пару пилонов полностью. Глощит проход на вторую базу. Йога собирается заходить. Да, Йога собирается заходить. Но у Стрэнджа с Н3 он сам контр-выход собирается делать, насколько я вижу. Так, здесь неплохие пилды от Стрэнджа. Лингов разбирает. Дарк живёт. Дарка нужно бы отвезти. Можно пилончик. Ой, пилончик. Можно из него слить ещё с другим Дарком Архона в лёгкую. Так, ещё адепту Стрэндж на варку. Ну, уже по лимиту ровно практически. Стрэндж пытается спуститься вниз. Здесь Йога пытается пробить камни на ХГ. Не, ну камни-то он пробьёт, это факт. Стрэндж сам камни добил. Да, варку ещё адептов идёт вниз. Принимает бой. Почему иллюзией-то не пользуются? Так, Дарка теряет Стрэндж. Можно было бы не терять. У Йога шпиль пошёл. Минус семь, минус шесть по лимиту. Пытается Йога тут покусить сталкеров. Стрэндж нужно ещё один варп делать срочно. Пошёл ещё варп от СН-3. Нужно вперёд идти. Плюс ещё адепты. Чё-то Стрэндж долго тут стоит. Апсервера нету. Это ошибка в миксе. Без апсервера здесь тяжело пробить. Так, у вертяжа Стрэндж что-то тупит. Выставляют у вертяжа. Ненужные сейчас, кстати говоря. Вообще. Фаерболл от Йога. Ну, нужно сейчас Стрэнджу зайти. По какому-то направлению он смещается. Тут камни пробивать. Лимит вообще равный практически. У Йога есть грейды. В отличие от Стрэнджа у него они отсутствуют. Ну, чё Стрэндж стоит? А, ну он за лингами гоняется. Ещё один иммортал идёт вперёд. Сейчас его линги просто могут сгрызть. Он прошёл... Куда ты, ём... А, здесь даже два иммортала у Стрэнджа. Врубаются поля жёсткие сейчас. Линга вроде как разобрала. Нужно идти вперёд. Здесь ключевые юниты здесь в этом замесе будут. Но у Йога уже вторая атака рейнджовая сейчас будет. Готова очень скоро. Стрэндж идёт пробивать камни. Собираются через это направление, насколько я понимаю, врываться. На призму ворпанул. Адепт надо ворваться, развести, попытаться. Проверил Ксилнагу. На Ксилнаге никого нет. Призма улетает. Адепты ворвутся на вторую базу. А Стрэндж ворвётся сюда, на третью. Так, фаербулы пошли. Иллюзии пошли. Адепт наверх. Стрэндж пробивает последнюю тут камни. Последнее препятствие для прохода к оппоненту. Сейчас зайдёт. И вот так. Врыв адептов на вторую. Одновременно на третью Стрэндж заходит. Филды хорошие ещё пошли. Йога не хватает мультитаска. Стрэндж разводит своих юнитов. До ворв ещё масса с Н3 идёт. Куда Стрэндж с Н3-то столько? Стрэндж решил, что филды здесь зарешают. И они решают действительно эти филды. На третьей базе громит. Со второй на мэйн. Адептами телепортнул здесь ещё рабов. На мэйне разбирает. 114 на 65. Стрэндж просто резко перевернул здесь всё. Йога чё-то улыбается. Чё так улыбаться-то? Ну, тут надо было брать игру Зергоет. Он немножечко затупил. Я бы сказал, даже не немножечко. Не смог свичнуться. Шпиль был лишним, видимо, как бы. И может, в Леру надо было попытаться перейти её бы. Я не знаю. Надо смотреть реплей, анализировать. Но в какой-то момент просто казалось, что всё Стрэндж не вытерпит в этой игре. Но Стрэндж в итоге вытерпел. Массфилды здесь пробивают Стрэндж. 4 иммортала постоянно сзади. То есть их никто не может фокусить. Значит, они ДПС наносят стабильный по потерям. Вообще, посмотрите, один в один по потерям идут. Стил Слиппинг. Всё равно сплю, говорит Йога. До сих пор сплю. Я не понял. Почему? К чему и почему? Это я не понял. Сонному в Старкрафт играть не рекомендую я никому. Ну всё, Стрэндж Бу-3 прошёл. С кем он там биться-то будет? Джеральд, Джеральд, Макон, Марсман. Ну, ждём. Кланчи там пока непонятно, что Папи Джо забрил Касп, Папи Джо забрил Матвея. Всё только Стрэндж и Кланчи пока что из необновлённого в сетке присутствуют. Присутствуют. Продолжение следует... 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 так gt и майклер додосит не просто адольфу грант еще пока из госдепа сша не перевели очередной ну вы поняли закроем эту тему не знаю что там происходит вообще не знаю ну что у марксмена сталкера третий пилон какой-то поздний он не успеет заказать плюс 2 сталкера еще у стрэнджа третий пилон по таймингу идеально сталкеры сейчас выйдут еще у стрэндж все нормально адептов кучу собрал и послал иллюзии вперед медиа сталкеров 2 стрэндж вперед пока не идет у самого нет сус пошел здесь кита прокси готовить мягкое ощущение так иллюзии стрэндж посылает вперед пройти что-то он не может не проходит сейчас за кд шоссе иллюзия послал стрэндж вперед не надо прям на них тут было врываться стоишь вниз сместился сейчас и собственно он тут контролирует так адепты погнали в общем стрэндж не стал врываться самое главное за контролил увидел что там происходит нексус готов чуть раньше парабам в плюсе пытается сентрю подрезать подрезает сентри погодите 2 сентри стрэндж да 2 адепта на 2 сентри разменял идеальнее вообще было и не придумать на самом деле стрэндж не стесняется просто третий нексус уже ставят адептам скорость таки делается ну принципе у него все то же самое только нексус еще здесь будет еще одну сентри очередную забирает адептами забирает пробку 1 забирает пробку 2 ну по 3 так зал дел и все короче в итоге без сентрии сидит у нас марсмен по боевому лимиту здесь почему-то он не отображается на этой карте понять почему я просто не могу наверно это гофу иск а версия карт видимо поэтому трэнджа сентрии достаточно много 4 штуки вот иллюзии он стабильно запускает проверяет что же его оппонент делает ну сейчас он увидит что нексус 3 есть пролетит скорость таки адептам спалят пролетит спалит и армию стрэндж чуть чуть больше в любом случае чем марксмена адептам атака скорость готова плюс гейты пошли еще пять гейтов стрэндж добавляет будет ли еще добавлять не знаю часть пробок уже на третью базу поплыли ну их всего три штуки так ну 7 гейтов а стрэнджа бустюн пуши какой-то намечает ну вот поэтому я всегда предпочитал зомбар играть все карты на ладере пофиг что как бы есть какие-то невыгодные карты за место в ладере денег не платят как бы нужно второй аккаунт да допустим сейчас сейчас на самом деле про деньги то я не совсем прав сейчас же ладер на аквале на vcs есть и там есть призовые даже уже если в топ 16 попадешь поэтому надо какой-то аккаунт просто которым ты можешь спокойно трениться а на основном там именно для ранга так пошел стрэндж вперед 90-104 полями здесь пробку контролят видит стрэндж что оппонент не видит его выдвижения здесь люди тоже все проверяли по гейтам что здесь гейты пока только добавляются 4 только работает ну а нет 5 плюс 3 будет 8 у стрэнджа гейтов ровно 7 штук ну у стрэнджа уже варп идет вовсю то есть он сейчас будет врываться у марсмэна делается плюс 1 в отличие от стрэнджа у которого плюс 1 не делается между прочим приходит стрэндж ну давайте сталкерами на иммортал входить теперь ну сталкеров сзади надо держать неужели стрэндж не знает что за ошибки варп адептиков пошел но два иммортала марсмэна попадают сейчас под филды и в итоге стрэндж здесь неплохо разваливает сзади бы филды поставить еще адепт с адептами ютсу 110 на 70 фактически в гг пищит марсмен ну начальное вот это опять же то есть более видно что уровень у стрэнджа выше то есть более четкий контроль в начале он подрезает ключевых юнитов оппоненту оппонент сделать ничего не может вот и конечно же это печаль ну Таак. СМС-ки мне приходят какие-то ребята, надо будет перезвонить, давайте я сейчас сразу перезвоню, у меня знакомый, кореш мой, СМС-ит сейчас. СМС-ит сейчас. Куксдок поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Пользователь Зигаза Газерка активировал премиум на ваш канал. Спасибо ребят, спасибо Зигаза Газерт, Куксдок спасибо тебе, без комментариев прям так все отписал. Вот здесь все, я вас всех добавлю, не беспокойтесь. А пока что прокси старгейт, ооо, робогейт прокси, это пуш будет со стороны оппонента Стрэнджа через сталкеров, он начинает, мне тоже через сталкеров надо начинать, когда такую тему я пытался сделать. Через адептов не вариант, почему? Потому что адепты Мазеркорни могут прогнать, и они вообще слабенькие против зданий. Ну а Стрэндж прокси не проверяет, что самое интересное, и не знаю, я что-то на ладере пытался каждый раз. Но я правда на рандом так чисто влепливал, но у меня ни разу не проходил вот этот билд, вот в чем прикол. То есть постоянно его находили, мое положение вот этих зданий, и как бы разваливали меня. Так, ну что, здесь у нас уже почти варп готов, Стрэндж пилон, робо только строится. Короче, у Стрэнджа очень, во-первых, здесь робо будет иммортал, во-вторых, здесь три гейта, у Стрэнджа два гейта, тут робо не готово, сейчас только третий ставится. Короче, будет чудо, если Стрэндж отобьется. Блин, сейчас, секундочку, жена звонит мне. Да. Слава Далаамам! Слава Далаамам! Слава Далаамам! Я столкнулась с противником! Так, все, я здесь, ребят, прошу прощения там по поводу труб. Мне Даша набрала, что как бы там же труба новая сделали. Ну и самое удивительное, что Стрэндж отбивается здесь. Как-то Марсмен здесь неправильно реализует свой пуш, но, кстати, у него микс поприятнее, у него сталкер, у него призма здесь, а на призму контроль замечательный идет, он не успевает нормально законтролить. Правда, и уверчаж постоянно стебает что-то, вот зря. А не, хотя не, не доставал уверчаж какой-то момент. Да, опасно, ребята, в общем, опасно. Так, плюс еще и мотл делается, здесь пробивает камни у нас Стрэндж, я вижу. Рабочих у Стрэнджа больше, боевой почти такой же, все, оверчаж последний, мазеркор тоже, то есть, бой нужно брать. Ну, три иммортала у Стрэнджа, ну, правда, филды здесь есть, но три иммортала тяжело будет убить Марсмену, это факт. Пошел филд номер один, имморталы, конечно, по адептам дэмэджа вообще почти не наносят там особо. Ну, как не наносят, наносят двадцатку, они, конечно, почти не наносят, ну, это неэффективно, соответственно. Марсмен продолжает давить Стрэндж, новые, новые пилоны, 154-155, лимита боевого Марсмена меньше. Ну, вот и оверчарж подъехал, оверчарж сейчас очень сильно поможет, что-то тут загружалось, разгружалось все, пилон с оверчаржем был уничтожен, Стрэндж сам сентрюк, ой, призму подстроил, из призмы сейчас будет проще гораздо контролить ему, конечно, ГГ пишет Марсмен. Вот такой вот напряжометр сейчас был, спасибо, ребят, всем еще раз за поддержку, сейчас я... Так, а что у Стрэнджа-то там есть оппонент? Элайв с Канжи бьется, сейчас, возможно, увидим битву Стрэнджа с очень крутым корейцем. Если Канжи, конечно, его не пробреет, я двумя руками за, он из Латвии, игрок, то есть из бывшего, ну, из СНГ, не из СНГ, а из СССР бывшего. Я не знаю, правда, шарит ли он. Так, подождите, по-русски вообще этот товарищ? Может быть и нет. Потому что я помню, был из Литвы или Зак, в Латвии, какой-то тиран давно там, который писал мне Собака, когда проигрывал, короче, какое-то чмо, недобитое Фашик. Забыл я, как его никнейм уже, если честно. Может, кто стримы смотрел мои, помнит, как бы на стримах было. Но это не Канжи. Извиняюсь, что отвлекаюсь, но просто звонки были важные, надо было ответить мне. Вот, привет, IDDroid, здорово тебе, рад тебя видеть. Короче, ждем мы про Дорджини, я Стрэндж против, будет биться Лайва Канжи, победителя. И уже скоро квали. Стрэндж против, будет биться Лайва Канжи. Кстати, реклама какая-никакая, нет. Так что просьба от блоки отключать. Подписывайтесь на премию, уже 10 человек сегодня подписалось, спасибо. Ну и поддерживайте меня и мой канал, естественно. Мы ждем Стрэндж против победителя Лайва Канжи. Я уже про Лайва спрашиваю, потому что оно сомневаясь в способности Канжи его одолеть. Но я за, если он его победит. Я уже про Лайва Канжи. Так, привет, ребят, всем! У кого есть еще задержка, скажите мне, пожалуйста. Привет всем! Потому что двухминутная задержка у меня есть и соответственно не получится нормально мне стоп-старт сделать, вам придется ждать. Попробуйте обновиться, потому что я очень не хочу разрывать запись. Попробуйте обновиться. Так, вон Кванчи говорит. Спасибо тебе, IDDroid. Вижу тебя на Тинькове. Сейчас запилю тебя. Спасибо всем, ребят. Спасибо. 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 Всем за фидбэк, что нормально, чтобы просто запись была одной, чтобы ее не разрывать никуда, чтобы нормально люди посмотрели просто. что-то. Так, что-то мелочи бы посыпалось у меня. Что происходит-то? Спасибо. Короче, жду я инвайта и жду стрэнджа вообще. Спасибо. 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 Так, ну у кого ненормально обновляйтесь, ребят, потому что большинства. Пока стоп-стар делать я не буду Вот Короче, спасибо тебе, Droid, еще раз за поддержку Ну, что-то пока лайф не закончил Своим оппонентом Сейчас я попытаюсь найти на Team Liquid Может кто стримит эту игру Так, SL-TV не то стримит совсем Варди кин нам шар стримит Короче, никто не стримит Alive Потому что считают, видимо, что там в одну калитку будет ВЦС Копа Интернешнл Начинается, между прочим Пока сетки нету еще Ну, придется ждать Тут ничего не поделаешь Все, лайф выиграл и мы будем сейчас смотреть Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, Кузьмин СПБ Хорошая фотка Ту-95 Недавно выложили модернизированное с X101 крылатками Тоже красиво Ну, у тебя на скорее летит и премиум просто смотришь А на обычном качестве может быть Ну, как бы, может рассинхрон быть Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, все, сейчас тренч будет черкать Кореец может тупить сейчас явно Как бы, поэтому А вот, все Захожу сам в игру Отлично Что-то сломали хост в итоге Не знаю, почему сломали Секундочку Что-то мне жена звонит Да Да Что-то мне жена звонит Постальний мамон Продолжение следует... 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 Таймвар пошёл. Адепты... А, здесь три минки ещё, ё-моё, здесь три минки у Элайва. Как же они жахнуть могут жёстко. Стрэндж уже Нексус решил отдавать. А смысл его отдавать? Передроп на мейн просто всеми медиваками пошёл со стороны Элайва. Ну, досиделся Стрэндж в итоге словил передроп. Элайв в тимпатчисах. И снизу сейчас и мейн расшатает уже. Адепты приходят криво. Можно их даже убивать в такую линию, когда они тянутся. Ё-моё. Они ничего не смогут сделать. Нексус падает. Всё, везде падает. И в это время ещё и Нексус на третий выбивает танк по чуть-чуть, понемногу. Ну, а мейн Стрэндж вроде как отобьётся. Ну, тут и мейн потерян, Нексус всё потеряно. Пытается медиваки срезать. Медиваки не срезать. В это время заходит группа через центр. Большая очень. Стрэндж этого не видит. Сейчас вот Филдэй будут. Филдэйл Стрэндж кинуть. Может быть, что-то и получилось бы. Он у Филдэй кинуть не успевает. Здесь Нексус падает. Либераторы прилетают. Точно как хочет, так и Лайф Стрэнджа и разваливает вообще. Тут ещё три минки есть. Они сейчас так бомбанут жёстко. Ну что ж, ждём вторую игру. Блайт там в квалификации тоже участвует. Ватерй. Ужdy. Вот, и у сестры. Ватерй. Ватерй. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 1-0 лайф... Да не, левать ни в коем случае не надо в таких играх, это бесценный опыт с таким уровнем играть. Просто будешь видеть, где ошибаешься, где над чем работать. Над началом, чтобы циклон так не убивал, надо врывом адептами провальным. Так, здесь реактор пошел. Продолжение следует... Так, да не, я не вижу уже смысл голосовалку перед матчем было пилить. Сейчас уже понятно, что уже счет 1-0. Как начну квалификацию стримить, там буду голосовалочку пилить, стараться. Блин, рептилоид, все хорошо. Смотрим StarCraft. Стрэндж играется лайвом, это полуфиналгового поиска. Робот Вайлайт у Стрэнджа. Опять и опять бил без пилона, блин. Ну, что это за билд такой? Приезжает циклон, адепт вообще по нему не... Да и даже если сталкер, он разрывает его. Ну, сталкер хоть демиджа наносит циклону какого-то. И Мазер Гор вообще медленный, который бесполезен. Так хоть пилон есть, у верчаж поставил, отогнал маленько там. Всегда надо пилон побыстрее стараться сделать, смотрю, в современном StarCraft, а то печаль. Угу. Ну, Стрэндж беспалево выходит Даркшайн прямо на мэне. Пилон, наконец, заказан. И опять ноль юнитов у Стрэнджа. КСМ-ка есть, что там циклон-то будет доделан вообще? Где он? Он на мэне стоит. А, это Оракула, просто в этот раз не агрессивный циклон. Все, Призма летит вперед, вне ранжа КСМ-ки. Вижена. Сейчас долетается, странно. Что он летает туда-сюда, я не понимаю. Ну, полетел Призма, теперь назад прилетел. Зачем он это делает-то? Даркшайн тысячу лет как готов. Ну, вот я не знаю, Даркшайн готов. Чего стоять на месте-то, летит вперед, блин. Здесь уже там туретчики. Ну вот, летел бы сразу сюда, и, возможно, до туреток бы успел. Ну, правда, тоже как бы практически вровень с туретками. Но сейчас-то в итоге, что можно сделать с этой Призмой? Ничего нельзя уже сделать особо. Четвертый некст пошел. Зачем ты в Даркшайн выходить, если ты не собираешься даже харасить? Смысл вообще-то этого мероприятия. А, ё-моё, Стрэндж Варп забыл. Вот это фейл, блин. Такой игре важный. С корейцем забыть варп. Это же жесть. Я могу на ладере, блин, это сделать. Ну, а почему? Если я могу, почему Стрэндж не может? Вот это печаль вообще, а? 58, 84. Элайф идет вперед. У него гигантский просто лимит по сравнению со Стрэнджем. У Стрэндж только экономика получше. Одного Дарка Стрэндж варпанул. 42, 19 по лимиту. Элайф обходит. Дарка спалил ударик в КСМ-ку сейчас. Ну, третью надо отменить СС-шечку Стрэнджу. Элайф не успеет ее отбить, скорее всего. Ну, вот на третьем, например, у Стрэнджа вообще юнитов нету в обороне. Сейчас щиты, если еще Элайф дождется. Дарков сажает, Стрэндж контролят здесь. На третьем нексусе Дарков не сажает никуда. Элайф отменяет третий нексус. Короче, провал полный. Призму Элайф забирает. Здесь Либератор на мани. Короче, по всем фронтам Стрэндж терпит фиаско просто какое-то. Нексус уничтожен. Армия слабенькая. Дарки не зашли. Ну, ТЦ-шку разве что отменил. Ну, правам 60-47. Тем не менее, рабов много. Нексус пытается Стрэндж восстановить, но пытается тащить в общем-то. Ну, кстати, 108-118. Смотрите, за счет отмененной третьей ЦЦ-шки у корейца не такой гигантский прям продакшн. И Стрэндж сейчас еще пушнуть может, мне кажется. Призма есть. Смотрите-ка. По лимиту сейчас Стрэндж обгонит. Это 100% оппонент своего. Вот Элайф идет в силнаге. Стрэндж принимает бой. Как же он громит. Здесь билов. Медивак один сбивает. 122-113. Да, варх еще двух зилков и пять сталкеров. Что-то энергии, правда, на Стрэндж очень прям много потратил. Я вам скажу. Минку убивает. Но не будет заходить на либераторов. Смещается под третью ЦЦ-шечку. Надо пушить, надо добивать. Стрэндж не успел поставить силы так, чтобы... Да, варх еще сталкеров идет. Стрэндж снизу заходит. Либераторов Элайф перераскладывает. Стрэндж агрессивно блинкает вперед. Принимает бой. Жгет не по-детски здесь Либераторов. Все, Либератор-то вкуснее. Он стреляет спокойно по сталкерам. Стрэндж, что же ты творишь-то? Под блинк, под викингов пошел. Викингов отфокусил. Красавчик, Стрэндж. Колоссы пока живут. Это один-один, ребятки. Вот вам и провал с варпом. Не надо раньше времени сдаваться. Но это стандартная какая-то история. Вот я не знаю, когда все плохо, тогда все хорошо автоматом становится. У многих игроков, на самом деле, начинает тащить. Стрэндж тоже собрался. Ну и третика помогла. Конечно же, что же еще? Может помочь, кроме как... Моя похвала или критика? Ну похвала может помочь только оппоненту. Может гг сразу. В 8-4, 121. Илайф уже собирается с КСМ-ками. Драться, я смотрю здесь. Нужно Стрэнджу аккуратнее быть. Нужно ступить назад. Колоссов главное не подставлять. Колоссов главное не подставлять. Колоссов, значит, не подставляет. Илайф фокусит. Колоссов призму сейчас отфокусит. Неужели Стрэндж не добьет здесь? Нет, все-таки агрессивно блинкается. Пытается добить. Но тут вышло что-то много армии. Стрэндж нужно отступить. Сейчас сталкерам попокусить. Викингов, например. И уйти частью юнитов просто. И все. Два колосса строится. 50-92 по лимиту. Боевой одинаковый практически. Стрэндж уже в лузерах. Новоцарис. Ну, еще и Лайва может сейчас проблеить. Я надеюсь, что из лузеров не выкинут его. Потому что пока что вроде как Стрэндж здесь нормально идет в этой игре. И он может втащить и в финал вообще попасть. На гуфу СК. Вот вам, ребята, и забытый варф. Вот вам и все дела. Мейн вторая уже практически кончились базы. Лайв пытается контур-выход. Смотрите, ну вот это тиран, е-мое. С тремя мулами просто добывает одну-единственную базу. И добыча не выше, чем у Стрэнджа. Они выше даже, чем у Стрэнджа. Посмотрите, боевого лимита почти столько же накопил гаденыша. Дроп на мейн. И Стрэндж не готов. Минус пилона, минус Даркшайн. Что ты будешь делать? Ну как начинает терпеть-то Стрэндж? Е-мое. Ну только эту-то игру не надо сливать. Ну так же все хорошо было здесь. Е-мое, блин. Мародера одного киданули здесь. Остался мародер. Надо остановить пилона. Ну пару фотонок надо запилить здесь, видимо. Пошел в атаку Стрэндж. Все правильно. Не надо отпускать этого корейца. Да, варф на призму тут идет. Сталкеров. Сейчас 2-2 будет. Кажется, Элайв собирается всеми абсолютно идти в размен. И да, это, наверное, для него единственный шанс. Но у Стрэнджа много Нексусов на карте присутствует. То есть тут тоже важный этот очень момент. Так, Дарки. Тут есть Дарк 1 плюс 2. Две фотонки. Долго Стрэнджка еще выдвигается сейчас. И Элайв это видит. И залетает прямо ко второй базе. А Даркшрайна-то нету больше, кстати. Нужно заходить Стрэнджа выбивать. По 4 Либератора Продакшн. Сюда надо пару юнитов послать. Здесь сразу же ЦЦшку отпуск. Дарк есть. Вот сейчас, кстати, ЦЦшки фокуснуть быстро. Может не остаться сканов у Лайва. Стрэндж почему-то встал. На Мэй не заходит. Дарк режет 1. Второй где-то сбоку. Сканы есть. Сканов. Так, что Лайв не сканит? Вот сейчас первый скан пошел. Либератор 4-ю бомбить. Ну, под фотонку попал. Здесь Стрэндж на Мэйн врывается. Колоссы не прикрывают армию. Стрэндж, иди ты вперед. Почему ты не дерешься? Это нормально. 8-9-64. Нет, боевого Стрэнджа все-таки больше. Намного лимита. Я думаю, что при всех раскладах не вытащит и лает, скорее всего. ЦЦшки падают. А вот ЦЦшка на остров одна улетела. Кстати, Дарк мог бы и попилить здесь. Здорово, Акирыч. Лайв пытается переселиться. Обнаглел? Обнаглел, ничего не скажешь. Стрэндж сам пробок уводит. Сейчас пытается сам переселяться. Ну, Старпорт надо сбивать! Старпорт сбивай, да не варать! Он, блин, сейчас Баншу какую-нибудь дерьмовую отстроит, как я недавно проиграл на ладоре Тирану, блин. Дал ему улететь, и все. Ну и все, элайв на остров тут заселился в наглую, короче. Стрэндж назовывайте на 12-ти часах, ставят базу. Нужно обязательно пробрить ССшку, это обязательно Стрэндж. Дрэйдэ 2-2, на 1-2, элайву. 1-2 от Тирана даже, может, лучше. Так. Четыре мародера летят. Стрэндж подблинкнись, да что за реакция эта дерьмовая, блин, а? Просто ушел на одном ХП. Короче, надо элайву ловить. Ну, тут золото начало. Нет, Стрэндж здесь все равно победит, ребят. Но я в такие моменты всегда переживаю просто. Да вот же он где стоит рядом. Проверить надо все. Не улетал сюда, диджипилу он был. Значит, где-то здесь находится. Так, Стрэндж идет тремя сталкерами, колоссами вперед. Здесь оставляет колоссы несколько юнитов просто. Элайв улетает. Стрэндж, кстати, а как он сюда сталкерами попал вообще? Призма или чем он сюда перелетел? Элайва начинает бомбить. ССшечку надо фокусить. ССшечку, конечно, не зафокусить. Старпорт, подожди, пусть он горит. Это Старпорт. Так, пытаются встретить медиваки. Стрэндж туда не летят. Здесь на одном хп мародеры все еще летают. Стрэндж бить не может. Да что за бред-то. Ловит мародеров Стрэндж сейчас. Блин, такими играми еще глядишь и на отборочные Стрэндж не успеет попасть. Ну, слава богу, хоть Элайву втащил уже 1-1, уже неплохо. Ну и что, хорошо Стрэндж отыграл, если бы варп не забыл. Стрэндж отыграл. Блинка нет? Да как нет, это был блинк, там все было. Блинк всю игру есть. Все нормально, ребят, Стрэндж победил. Блинк всю игру. Продолжение следует... 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 Ну, ПЦЦ-шку переходит, а Лайк просто и всё. Да и Лайк потянуть не хочет, он добивать хочет. Блин, ну вот... Да нет, первый здесь врыв ещё. Короче, прилетел медивак, Стрэндж минку, конечно, фокуснул, но как-то друпнулся Лайк. В итоге Стрэндж уверчаж сюда сначала поставил, потом только сюда. Наверное, первым на этот пилон было. Уверчажами надо было чётче работать Стрэнджу. Капа прилетела Лайк сюда на рампу, я не уверен был ли готов пилон, но, по-моему, он всё время там и так был этот пилон. То есть ему нужно было Стрэнджу, я имею в виду, сразу уверчаж ставить, чтобы дроп там особо демоджить. Либератор прилетел второй на мейн, сбривает рабов много очень Стрэнджу. Стрэндж его, конечно же, убьёт, но нужно ловить Элайва пытаться. Элайв уходит сразу же. Неплохой контроль со стороны Стрэнджа сейчас был. Выходит он, видит Элайвовские юниты. Но даже если Стрэндж убьёт вот это всё без потерь практически, ему крайне сложно будет что-то предпринять ещё здесь вижн. Типа надо сейчас в тыл зайти, фокуснуть с этой стороны Либератора и танк забрать. Стрэндж идёт уже к Элайвову, но здесь достаточно юниты, чтобы сталкеров этих отбить. Пилон медленный, много до сих пор вопросов по этому поводу. В контроле Стрэндж конечно контроль великолепный, ничего не скажешь, но это ДГ. Медленный пилон это, например, вот этот пилон. В чём его суть? Этот пилон быстрый, на нём два гейта висят. Этого пилона рейнджа до них не достаёт, поэтому варп идёт долго. Также рядом с Нексусами пилоны быстрые есть. Вот этот уже не достаёт, вот этот достаёт до Нексуса, соответственно. Как-то так. Ну что, GoFoSK, короче, хорош стримить тогда получается. Надо по по Интернешнл переходить. Кинсоул там другую фулафинал бьётся. Так, сейчас стрим переименую. Попробуем сказывать, я так понимаю, лежит до сих пор как и лежал. Ну что. На TeamLiquid Stream переставлю тоже. Давайте посмотрим, что у нас здесь и как. Так. Я не понял, где Стрэндж здесь был, ну с кем он Венерафта играл. Почему Ctrl-Left не работает, я не понимаю, что за дерьмовый сайт такой? А, наверное. Не работает, хоть убей. А вот, Origin какой-то. Бомж, короче. Блин, можно было её подождать. Всё равно там сетка вся стоит. Блин, Стрэндж мог по Венерам идти спокойно здесь. Так же была есть. В лузерах у Стрэнджа нет пока оппонента. Ну а чё? Так. ... vrij. ... ... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 С кем он играет? Скиллус против Касса А Касса вообще отсутствует Скиллус Ладдер что-то играет Касса вообще нет Ну я жду Блая пока что Чтобы Блая посмотреть Ну что-то там оппонента Вообще нету Очень-очень долго все происходит Блая вообще как бы уже Отсутствует в интерфейсе Долгое время Ну посмотрим Что там далее будет у нас Скиллус Ладдер Так посмотрим Ссылание Что там у нас Так Облай появился Продолжение следует... Так, попросил Ваню заинватить на угла, я тоже, возможно, появился. Так, ади дроид, да-да, я просто... Это другая сцена, поэтому захват просто надо было переставить, в общем. А вот и здесь я скопировал, короче, за поддержку всем спасибо в любом случае. Так, ади дроид. Так, ади дроид. Так, в лагере-то самолета гнал 160, не знаю, сам он гнал, водит или кто-то там другой его вез. Ну, 160 это быстро гнал, чтобы к Вале сыграть. Ну что же, похвально, похвально. Ну все, Вайлет против Вани, я даже не вижу, где это в сетке находится, этот матч вот на этом сайте, странно. Хоть убей. И почему-то Ctrl-F поиск не работает. Смотрите. Поехали. Так, ну что, Ваня тут ставит пул. Здесь то же самое. Так, ну что, Ваня. Плёточку Ваня на всякий случай ставит. Чё-то он боится. Ну не знаю, плёточку. Плёточка сейчас не всегда оправдана, но без разведки игра может и пригодится на самом деле. Плёточку в воду. Так, у Вани плюс 5 рабочих, еще лэйр. У Аля-то третья хатка, лингов под масел. Беллинг Невс-то нет, кстати говоря. Блин, а у Вани что? У Вани тут линги заказаны, но может быть поле Сёрча есть? Не заметил поле Сёрча. Так, здесь плетка королевы плюс линги. Ваня поэтому отобьется от урывов валета любых. Левит почти готов, нужно в шпиль выходить. Валет не строит беллингов. Ну взрывай ты беллинга, Ваня. Что ж ты делаешь? Королеву отдал в итоге на ровном месте. Беллинга не взорвал. Газа 2 добывается. Ну хоть газа 2 добывается. Хоть линги выжили, и то хорошо. Вот эти мировые лучшие отвалят. А это пусть пуш будет что ли какой-то. 10 ровов лучшие отвалят. Коя так много-то? Не знаю, зачем так много валят у ровучей. Ваня туда-сюда бегает, хочет принимать. Накидывается сразу на ровучей кровожадно лингами. Здесь сверху тоже несколько штук есть. Ваня понимает, что надо сваливать. Но одного от жала уходит. От валита ровучей линга пуш идет. Шпиль, е-мое, только на половине шпиль придет сюда валит к Ване. А у Вани здесь только одна плетка. Ставит вторую. Зачем спереди это строить? Стоит и сзади где-нибудь. Шпиль через 20 секунд. Ну, я думаю, что мутка уже не успеет Ваню спасти при таком жестком пушах. Там слишком много лингов строится. А личинки Вани еще при этом все вкладывает в продакшн лингов. Заходит, валит, сразу начинает плетку отменять. Ваня накидывается лингами. Бэринги здесь рядом тоже есть. Надо пытаться внутрь пробежать. Как-то Ваня очень неаккуратно действует из нас, честно. Триму Талиска заказывает. Ну, куша здесь уже пришел. Это очень печально. Ну, вот был бы секунд на 10-15 пораньше Шпиль был. Хотя не на 15, а здесь где-то на 20 нужно было. Вот чтобы сейчас хотя бы мутка выходила плюс линги. Ну, это нереально уже сделать. И, конечно же, крит дэмэдж будет полученный. Будет нанесен Вайлетом. Не, ну Ваня рановато Вайлетов всяких шатать. Он хоть и мертвоват сейчас, но все-таки корейцы. Он играет на УЦС, очень неплохо выступает. Ну, как неплохо. Он там стабильно выступает, но выступает так себе. В последнее время раньше какой-нибудь стил был. 1-0 ждем вторую игру. Так, захожу сам я, Ваня. Поехали. 1.0 вайлет ведет. Игра приостановлена. Так, Ваня говорит, у него лаг. У меня вообще не лагает 50 пинк, все в порядке, да? Вайлет с мейна начинает. Ваня, что? Ваня хата будет. Вайлет возобновлена. А, нет, это Ваня красный. Я прошу прощения, валит-то синий. И валит идет золото ставить, это я здесь ошибаюсь. Ваня говорит, лагает, говорит, ладно, пофигу играть. Можно было бы подождать пару минут, если сильно лагает. Ваня. 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 Играет музыка Так, здесь Ваня Проверяет Оэром, прошу прощения Все, я возвращаюсь, видит, где Валет Живет, понял ли Валет, что Ваня Делает, я не уверен Линги уже с мум, бейлинги Делаются, нужно пытаться пробрить Золото, либо на мейн Ваня собирается Врываться, я пока понять не могу Ну что, заходит Ваня, и для Валет это полная Неожиданность, сейчас обратите внимание Бейлинги на королеву накидывают Вот рабочих вообще Ваня не Пробревает, куда Ваня, лови Этих дронов чертовых Сразу валит, сплитит Рабов Пытается пробрызть королеву Бейлингами обходит Королеву прогрызет Ваня, это факт Ну куда ты бейлингов-то Взрываешь так криво Здесь линги на золото, пришли Линги здесь все минусуют, кстати 26-19, кажется у Ваня Это все нормально здесь, 8 ГГ Валет пишет, 1-1 Вот это и Ваня Ну что Стрэндж на гол фойска в полуфинале проиграл Очков для попадания в финал месяца получил Но все-таки слил Но здесь он еще пока в озерах есть Но угла оппонента нету еще Стрэндж на гол фойска в полуфинале проиграл Стрэндж на гол фойска в полуфинале проиграл Продолжение следует... 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 Так, 12-20... Продолжение следует... 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 Две королевы вперед, Вайлета вышли, надо принимать, как же Ваня накидывается сейчас хорошо, королевы падают, раз, два, третья здесь проходит, сейчас тоже упадет, надо закрывать Вайлету стенку, Ваня сейчас пробьет, 2-1, Вайлета минуснет. Просто царь, убийца корейцев какой-то, Ваня Кин, и все, Кина убил недавно, еще кого-то там убил, 12 роуч у Вайлета строится, Ваня пытается роуч ворон подбрить, да не надо никаких роуч воронов подбривать, так, реводжера Вайлета сразу делает, новые роучи вылезают, все, роуч больше не будет, здесь хорошо, прирост грызет, кстати, игре Ваня, реводжер доделся, фаерботчик, пошел своего роуча накрыл, молодец, здесь роуч падают все абсолютно, загрызает, все, Ваня эволюшина принимает, 48, так, здесь на мэйне стоят уже роучи, да сбрейте хату, не надо на него ломиться, забезгает Ваня прямо в минеральную линию, принимает бой, но линги как-то здесь, по-моему, кривовато дерутся, роучи на халде, плюс рабочие пытаются отбиться, но Ваня тут грызет и грызет, но нет, Вайлета отбивается, чуть-чуть Ване не хватило, но по мне, как по мне, нужно было просто сейчас выбить эту хату и попытаться в макро перейти, рабочих отстроить, и не давать роучим выйти, Ваня... Так, да, белый эволюшин, здесь Ваня немножечко, конечно, опасно вперед пошел, и... Вот сюда врываться в минеральную линию было уже лишним, конечно, моментом, надо было здесь все убить и как-то подкопиться, что ли, Ну, Ваня полную улыбку, он решил до конца идти, собственно, и до сих пор Ваня... Все, что Ваня в этой игре делает, это строительство собак пока что Ну, а что, если так игра складывается, значит, надо строить собак, принимает бой, и, кстати, валит, теряет всех собак, вообще без мущества Опять же, Ваня больше, нужно идти вперед, здесь, правда, есть... Так, здесь две королевы и роуч-ворон Вот чуть бы раньше бы, да, сюда, чтобы в роуче в этих ворваться Королев меняет местами, тут валит, да, здесь уже, конечно, не пробиться, но, к сожалению, Ваня... Было бы 10 бейнов сейчас, может быть, что-то получилось, вот... Плюс... как-то... хз... Ну, был шанс, был шанс, достойно, вполне Ваня, на самом деле, с Валя там отыграл Ну, сейчас уже, вот сейчас, как раз макро, это самое глупое, что макро перейти, сейчас уже... Ну, хотя здесь уже и не пробить, то здесь... хз... Здесь только, если валит бы вышел куда-то сюда, подловить его, да, как бы... Ну, уже оверы так висят, что скрытные не выдвинутся к валиту, во-первых Ну, во-вторых, уже, как бы, и... Валит раз затерпел, он не будет так делать глупо Так что, у Вани можно попытаться что-то сделать, но... Теперь как-то так... Думаю я, что да, здесь был лейер у валита, но если бы Ваня пробрил вот эту карту, просто настроил рабов, вышел сам лейер в шпиль У него могла быть вполне адекватная ситуация в этой игре Так, валит, там что-то стоит Пытается коту отбивать Надо заходить линдами всеми в тыл сейчас валиту Что Ваня и пытается сделать Заходит, окружает, всё нафиг вообще здесь окружает Накидывается часть юнитов там на дальних роучей, королев Ваня всё ещё грызёт, Ваня всё ещё опасен, Ваня всё ещё агрессивен Роучи падают, окружил всех вообще Бимит у валита, медленно, но верно, поседает Ваня больше боевого валита, королеву успела встать можно было Вот если бы сейчас пробежал Ваня, а? Если бы он сейчас пробежал, ой-ой, тогда и плюс один бы не подрешало Но всё-таки валит не был бы корицем Если бы такой дешёвый момент отыграл бы криво и не успел бы встать на рампу До сих пор шансы были, но Ваня даёт вообще приколов, конечно Ну, примерно то же самое было бы, наверное, как в прошлой игре Даже он ворвался, сгрыз бы всё, а наверху бы не смог бы сгрызть В общем, третья хата у Ваня Всё равно лингов продолжает строить, как бы, как вы видите Валит уже сам вперёд, что-то поломился Да, роучи вперёд, но роучи с плюс один валит, их двадцать одна штука уже и тут Ну, тупо не отбиться, да, как бы, будет Ваня Ваня попытается контратаковать с двух сторон М0rGef поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Спасибо за стримы Спасибо, М0rGef тебе За поддержку роучи разбирают Слишком много лимита валит, остановится Ваня тут пытается ещё отбивать Здесь недостаточно юнитов для обороны Это факт вообще Здесь роучи слишком эффективны с плюс один уже Глэй пишет Ваня Спасибо ещё раз всем за поддержку, братва Ну что, Блая надо, видимо, сейчас Чё, Блая так и не играл А не, уже выиграли С ютермалом сейчас будет Кто такой Ваня? Молодой игрок Кто ж это такой? Ну а сейчас бывает ютермал, дуэль Глэй нацелена И выиграли Блая Тупих Тупих Ну и Тупих У ураг Тупих 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 С Блая Тупих Тупих Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы понимаете... Видите, а Ваня в лузерах был или в венерах? Я вообще что-то... Так и не нашел... Ваню там... Все, готово все! Блай и Термал у нас первая игра, я так понимаю. И это третий тур венеров. Но Блай верил, что не спал всю ночь, поэтому ему тяжеловато, конечно, тут играть. Каз скиллоса 2-1-0, ну, будет с мейджором играть. Ну, поехали! Так, и Стрэнджи, кстати, там оппонент тоже появился. Но Блай интересен, сейчас посмотрите. Я не знаю, будет ли Стрэнджи играть. Там лузера. Моу Лоу, которого Блай выиграл со Стрэнджи, будет там биться. Ну, посмотрим, посмотрим. Так-то можно проходить там просто по лузерам. По венерам уже не получится из-за того, что... Играл бы у ФСК с Алаевым стрэнджи, ему луз уже поставили там. Играл бы у ФСК с Алаевым стрэнджи. Так, реперок ЦЦщиковый термала в разведку. А, нет, он проверяет что-то. Прокси, хата, ладно, ну, с Блайм. Ладно, Амшару проиграл. Сейчас проверю я. Сейчас Блайм оставлю. А, вижу два. Вижу, да, вижу, да. Что-то лузера они, походу, не обновляют, я не знаю. Так, ну да, убил Блайм сейчас рипера, но рипер успел фокуснуть дроны. Ну, ничего не поделаешь. Ну, конечно же, это выгодный размен одного дрона на рипера разменять. Вот, идеально, конечно, вообще было бы рабов не потерять, но тогда по ветерману бы улетел бы быстрее, и ревер бы не погиб бы. Вот, для Блайм все неплохо сложилось, делает лейер, он сейчас здесь выход идет в ранний Steam, стандартный абсолютно выход. Пара вам пока более-менее равная ситуация. Блайм строит рабочих, строит лейер, делает лейер сейчас, делает овер, то с Блайм блока не будет. Вроде как. Так, паралаги на доли секунды, это нормально, потому что у меня 60 ппс качество выставлено. На 60 ппс мой кросс не всегда тянет, то есть иногда лаки бывают. Я думаю, что в ближайшем будущем я буду стабильно 45 ппс выставлять нафиг 60 ппс эти. Так, да, иногда лаки идут на 4к битрейте. Вот. Пусть будет лучше, постабильнее работать, по-моему, уже на кросс будем сборы открывать. В будущем. Овер тут Блайя рядом очень с Ютермалом висит, я думаю, Блай прекрасно понимает, что здесь происходит. Здесь, в общем-то, бьяновский билд у Ютермала фактически, то есть 16 мариков бьет передроп, а дальше выход будет в... Прямо мимо Овера Ютермал летит. Бывая видит, надо было сбить, наверное, его. А дальше будет танков добавление еще. Прямо через всех Оверов Ютермал пролетел. Блай, соответственно, видел, где он находится. Миссенс Королевы Линги и 5 муталитков. Заказный Ютермал идет, Криптумура 2 выбивает, без тимпака даже. Проверяет третью, а третья ублая наглая, золотая сейчас база. Так, с Роуч Ворон у Блая золото поставил. Он почему-то вообще не раскачивает его. Для меня это загадка, почему так Блай делает. Зато Блай прекрасно видит, как Ютермал всеми абсолютно юнитами идет вперед. И сейчас просто великолепно. Ой, куда ты идешь-то, е-мать? Что, Блай? Г-г, выходим из игры. Вместо того, чтобы забежать и просто уничтожить все здесь, видимо, Влай действительно не спал сегодня. Какой-то он дебилизм сейчас сделал. Вместо того, чтобы забежать сюда и убить, он просто отдал все. А прикиньте, насколько забегание жестким могло бы быть. Ютермалу пришлось бы возвращаться. Короче, провал. У меня оно у кого-то, может, и не лагает, особенно если нет. Ну, я думаю, здесь Блай даже несмотря на то, что у меня на 10 лимита больше, я могу не отбиться. Хотя нет, смотрите. У Челлинги вперед идут, отбиваются Блай по чуть-чуть даже. Ну, по лимиту не так, Штехар. Блин, как смогло забегание зарешать? Это ж вообще жестко было бы. Ну, Блай только с GamesCon'а, с самолета, в общем-то. Он приехал недавно, он сказал домой и, наверное, без осугого оптимизма играет. Я в таких ситуациях, когда с турниров возвращался, вообще пару денек не играл один всегда. Так, 123, 106. Блай еще при этом все мы по лимиту более-менее идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА так ну что и термал золото занял блай там на трех своих других базах развивается перри дропчик пошел очередной нужно все отгонять стараться так ну ручками находить дропа была и термал вообще чуть не контроля тут час только два марика забрал ну мутка сейчас поймает убьет углая хайф 11 сейчас делается 2 переходит в ульту это правильное решение абсолютно долго убивает там и термал мне кажется мог прожать густу улетел бы просто если благою даст ультру выйти и термал то это для него очень плохо будет было делает 36 лингов ручей есть бро очень немало можно реводжеров запилить но тут выход уже идет как бы на золото не прибегать криво прибегают ручки сбоку мутались тоже стоят короче термал начинает было золото разбирать угла и три первых инфестора вышли но они без энергии пока и на реводжеры обязательно но реводжеров нету и что-то бывает а блай думает дроп будет нет дроп не будет хайф готов даже сейчас ультру благою выйти еще более-менее ситуация может быть так инфестора вперед а тут вместе сбито сминает благою термала сейчас неплохо сминает но тут новый природ подходит и мейкоза мы так и не наблюдаем вот сейчас великолеп мейкоз где фаерболы то не плохие фаерболы со стороны блая но куда он лезет дальше я не понимаю сливает в итоге все вместо того чтобы отойти немножечко назад да строит новую кровь и реводжеров теряет всех то есть блай сейчас про вынужден вот он сейчас отогнал отойди назад просто закажи ультралом great и ультралов шанс появится здесь потому что прессинг идет улыновый с трех баз блажа идет куда-то сломя голову и отдается ну не что блая в общем-то критиковать раз он в разъездах там очевидно что не надо так ошибаться но видимо состояние не позволяет хотя ты была играет как обычно почти более-менее ну то есть похоже да просто что-то не получается в нормальном состоянии не всегда не всегда ведь все получается так ультралов там отстраивать не смарик один тут хату бомбит двойной дроп на мы заходят от ютермала вверх на третью идет здесь кочеблай сплитит на две группы юнитов и нельзя дать ультрал из каверн убить блай дает его убить это провал это минус уникальный армор здесь пришло билую термал разваливает блай в этом направлении для ультрал битгрейда то есть он очень быстро упадет и термал это понимает контролит спокойно ну и здесь шатает летает ну третья погибла нет теперь для блайка же катастрофа у него есть один ультрал но он не грейжен и и термал продолжает давить сейчас и и и Ну, последние пожитки, в общем-то, Блайвский Ютермал сейчас собирает. Блайв пытается всё-таки армор сделать, но здесь уже и Либератора всего достаточно. Что-то затянуло здесь, играет, что-то подзавис немножечко даже сейчас, нет. Сон прям потянуло, не знаю, надо сейчас открыть все окна, как бы и что-то темновато уже стало, солнце зашло и как-то меня прям это обрубать начало. Ну, чё-то Блайв не выходит пока, рассчитывает на ультралис. Несколько своих Ютермал пока не дожимает Блайв. Что-то он вроде как рассиджил. Там танки, здесь танки. Я не знаю, что Ютермал тянет вообще. Вот. Так ведь зергами опасно, вот, ведь тянуть можно дотянуть. Убивает Либератора Блайв, сгрызает танки. Кстати, есть адреналин. Адреналин забыт Блайв. Ну, Лингом вообще ценный играет. Так, сзади в тыл Ютермал забегает. Сбивает группу билов, в чём не слабую. Фаербуллы на Либератора раз пошли, а на второго не осталось просто фаербуллов. Приоритет по инфесторам. Вот чё мне бесит в Либераторах, это их приоритет вообще. Их могут убить рейлоджеры самые, а они по инфесторам стреляют. На хрена такой приоритет им сделали? Пусть хоть тиран вручную стреляет. А то он у Протсов с энтрепси штормовиков приоритетит. Здесь инфесторов это вообще лишний момент, это халява полная. Тут шатает Ютермал, 170-170. Занял МАЗ-БАЗ, там дома Либератор и Биостроек. Привет! Отлично! Так, короче, тут МАСБИО выдвигается со стороны термала, ЛАЯ пытается ультралами тут утогнать, МИГОЗа может кинуть пытается, МИГОЗ мимо в молоко пошел, попал только по одному мародеру, это печально. Короче, здесь развод, 12 часов вырубается, 12,5 группы БИО, здесь ЛИБЕРАТОР бомбит все личинки, БЛАЯ его еле убил, и основной выход вот под золото идет БИО плюс один ЛИБЕРАТОР, БЛАЯ много, но подраться он просто не может, нормально сейчас по итогу. Короче, еле-еле ее термал тут БЛАЯ сминает, ну как бы у БЛАЯ вроде и шансов нет, но убить его никак. Пользователь МИГОРК 7 активировал премиум на ваш канал. Ультрала режут, и вообще больно как бы, да, вот у Зерга тяжелого скрипа выжить на такой стадии, но и термал выживает, ну БЛАЯ не сдается раньше времени, спасибо МИГОРК тебе за это. Премиум. Всем спасибо, ребята. Так, тут какое-то забегание интересное, что куда оно пошло там? Так, дробь на охатку, на золото. Короче, ее термал иди, все отмена. Че вообще? БЛАЯ не выходит, ее термал не добивает. 200 не отстраивает, у него 160. Вроде пол карты у тирана есть, блин, а что-то все равно ничего не происходит. Что, конечно, БЛАЯ хочет для меня загадка в этой игре, но БЛАЯ не каран все время не сдается, может он, конечно, и прав в этом плане, че сдаваться. Вдруг случайность какая-то произойдет, и ты втащишь чудом кем-нибудь. Или выкинет ее термала вообще из бутлнета. Все, наконец-таки термал дожал. Так, сейчас подойду. Продолжение следует... Ну все, вторую БЛАЯ и термала ждем игру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, секундочку... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну всё стандартно. Рипер полетел, реактор, второй барак, то есть ранний стимпак, стандартный абсолютно билд на данный момент. Ублая, шесть лингов, две хаты, тоже всё стандартно. Рипер пролетает, заметил ловером Рипера? Не уверен, возможно, что нет. Ублая ждёт, кстати, вот если сейчас он прыгнет сюда и вперёд продвинется, можно попытаться будет окружить его. Блин, ну вот надо давать ему пройти, надо чуть подальше стоять. Вот если он чуть пролетит, и ты как бы линга одному в тыл его успеешь завести, и он не даст ему обратно выпрыгнуть, вот это да, тогда будет чётко, конечно. 12 человек сегодня на премиум уже подписалось. Спасибо всем большое, ребят. Помните про то, что необходимо поддерживать мой канал, естественно. Отблоки премиума и продержка напрямую или нет. Заметил я, в сентябре будет проходить отборочные по всем регионам интересного китайского турнира, где просто там какие-то дикие призовые. Так, ну и шпиль пошёл в угла сейчас, добавляет он 1 газ, 4, 3 уже добывается. Опа, попытка поймать рипера, а я тут кое-кого другого поймал. Кто-то тут пришёл мне носом своим мокрым водить, да? Скучно тебе, брат? Я понимаю, что скучно. Скоро закончу я уже, наверное. Так, прибегают линги, подгрызают депошечку тут на рампе. Надо, наверное, дрона было попытаться сгрызть. Дрона была я не сгрыз. Шпиль ещё не готов пока. Что здесь? Но скоро дроп-то полетит. Да, вот он уже полетит сейчас. Загружает всё и термал. 16 марика здесь стенку закончил вроде как. Бывает, третью хатку ставят. Шпиля ещё пока нет. Сколько? Ну, 6 муталисков он сможет, может даже 7 уже. На 7 скоро будет заказать, как шпиль доделается. А что из юнитов есть? 3 королевы и 5... Ой, и 5 лингов, ребята! Какие 7 муталисков? Здесь сейчас 16 марика всё разорвут. Третью хату точно отменят они, это факт. И как Блай без лингов собрался мутку, это отбивать для меня просто загадка вообще. Начинает здесь шатать хату у нас и термал. Убивает хату, ну хорошо, что Блай хоть... Так, здесь КСМ-ку не сбрил в итоге. Очень хорошо, что он на мейн Блай не прорвался, потому что если бы прорвался, это было бы авто ГГ, я бы просто сразу же... Блай роуч ворон стоять. А какие роуч вороны без третьей хаты? Я просто понять не могу. Мутали скелете отперёд. Здесь на ксилнаге дробчик остаётся. Ну и термал танки добавляет, как и делает это, собственно говоря, Бьян. И опять что-то Блай здесь пытается с мариками что-то сделать. Зачем ему эти марики-то сдались? Куда ему они нужны вообще? Ну вот убил несколько мариков, потерял муталиска. Зачем? Ну Блай разводит на стимпаке. Тут у термала. Линги пробегают, отдаются лучше. С лингами поаккуратнее был. Восемь роуч первого Блай заказывает. Здесь выход пошёл. Я вот не понимаю какой смысл перехода в роуч против такого билда. Здесь идеально против роучей. Маленькие щиты и танки. Пытается Блай Депошечку пробить у термала. Пробивает Депошечку, между прочим. У термал пытается уйти на мэй, но здесь туретка есть. Здесь есть либератор. Блай пытается либерка. Здесь забрать одного, второго. Но одного-то заберёт точно. Второй просто надавал муталискам по щам. А они красные просто. У Блая есть роучи. Третьей хаты как не было, так и не будет у Блая. Мутка возвращается. Регенис параллельно, естественно, с возвратом. Роучи без му. У Блая что? А, лейер есть. Почему муфта 100-100 не захватывает? Ну, короче, Блай реально сонный какой-то стиль действительно демонстрирует. Он сказал, что в ЕМСКОН он только приехал перед началом этого турнира с самолётом. От муталиска вон какие-то. Зубы отлетели сейчас. Идёт Блая вперёд. 104 на 121. Да, у Блая больше боевого. Но сейчас танки домой вернутся. Здесь два танка. Два уже есть тут тоже. Сейчас, короче, термал всё это возьмёт. Будет на третью выходить. Одновременно вот этим Либератором будет пытаться вторую напрягать. И, собственно говоря, копить понемножку лимит. У Блая не грейдов ничего нет. То есть он только мув заказал сейчас. Если был бы мув раньше, может что-то и получилось бы в контратаке. Наши рабочие атакованы. Так, не слабую группу тут Блая сверху держит. Либератора максимально быстро забирает. Армор пошёл у Блая. Дронов шесть штук он строит. Ну что такое шесть дронов? У Блая будет шанс на один-единственный замес, короче, в этой игре. Если он его провалит, то всё. А выиграть его будет крайне сложно. Блая у Ютермал вперёд двигается, кстати. У него пять танков. Масс марики. Блая вообще Ксилнагой не контролит ни одной. Вот сейчас только он на Ксилнагу поставит Роуч. Роуч этот спалит, что Ютермал идёт вперёд. Здесь группа как стояла, так и стоит как копаная. Ну и что, Блая будет что-то делать? Он отбиваться будет, нападать. Пацаны здесь курят бамбук стоят. Они на свай хавают, в общем. Ютермал пришёл. Выбил крип и уходит назад. А Блай в это время атакует. Идёт Роуч одного заводит. Ну а чё? Короче, Блай так медленно, в общем-то, контратакует. То дело, что у Ютермала в итоге, ну, есть время вернуться назад. И он просто назад возвращается сейчас. Всеми на стимпаке, короче. Здесь Роучи отдаются. Всё отдаётся. Просто Блай попёрся до конца вперёд. И, естественно, сейчас он потеряет всю эту группу просто в хлам. Фаербулы какие-то кривые. Марики просто разрывают. Всё здесь с плюс один. Вообще в хлам. Хороший контроль от Ютермала. Здесь есть танки. Кыча Блай по частям сейчас сливается. Пытается выйти в кайф. Абсолютно не надо было за вот этого забегания делать. Блай. То есть не, его надо было сделать вовремя. Контролить Ксилнагу. Сразу же сюда бежать. Сразу же наламываться. И вот тогда бы Ютермал бы отступил. И Блай бы просто либо назад убегал. Либо из пункта вперёд пошёл. Уже врывался бы. А так как делал сейчас Блай как-то, ну, странно получилось. Хотя, посмотрите, дронов у него сейчас больше стало. Боевого брал меньше лимита. Сейчас плюс один доделается. Один-один будут грейды. И что самое главное у Блая будет... Эти инфесторы. Пытается Ютермал тут Блай. Смотрите, танки под реводжеров прямо опускает сейчас. И в итоге получает боль. Боль. Боль Ютермал здесь. Фатончик и грех не выиграть было тебе. Молодец. Фатончиков. От Фатончиков у меня вот самого припекает. Поэтому с ними на ладере надо аккуратнее от разведачки. 171, 156. Блай тут отсиделся чудом каким-то. Ютермал продолжает давить, выбивать крип. Блай милишная играет и заказывает. Четвертую хат он никак запилить сейчас не может. Он просто... Пошла хатка. Крип Блай восстанавливать старается. Сверху бы крип сюда тоже бы протягивать бы. Здесь тоже крип. С этой стороны надо бы криптуморов поставить обязательно. Ютермал опять вперед идет. У Блая уникальный ультрал ангрейд. Но пока я не вижу смысла даже особо ультралов заказывать. Почему? Потому что они все равно мягкие будут без армора. Вот первого Блай делает. Сейчас Блая надо с лингами, с реваджерами, с роучами на микозе отсидеться. Но Блая просто контроля карты ноль вообще. Проваливает здесь врыв Ютермала на хайграунд. Вот он танками прилетает. Начинается атака. Надо рабов уводить сейчас как может быстрее. В итоге Ютермал здесь просто в сверх таком узком проходе. И для Блая это просто провал. Ему нельзя и хату отдать, но он и не может подраться здесь на хг. Здесь хату желательно отдавать получается, чтобы не развалиться. Роучи по кускам идут на танки попадать. Микоз нужен. Микоз пошел. Хороший. Фаербулами медиваки нужно забирать. Блай не забирать. Вот танки попадать. Нет. Хорошие потом фаербулы были. Все-таки часть юнитов забрал. Захату в общем-то и Ютермалу тоже часть юнитов забирает. Но здесь 6 танков, которые бомбят жестко. И с ними ничего не поделать. Хату слил Блай. Вот как обычно. Встретил здесь. Видел бы, что Захайл просто вот сюда зашел. Микозами здесь ждем, чтобы бью не зашли. Танки Птеран здесь раскрутил. И все. Он вынужден был просто отступить. Так, здесь у Блай четверы везде летают. Роучи забежали. Депушки выбили. Один мутали здесь. Дальше Блай про Роучи. Про этих забыл. Сейчас ультралы выйдут. Блай как же третью. Сейчас четвертый у него будет. Держится как может. Что можно сказать здесь. Грейды сейчас будет 2-1. У Ютермала 1-1 вообще. То есть у Ютермала по грейдам провально как-то. Овером висит вроде контролируется. Все шансы на победу. То есть у Блая вообще есть. Единственное, что сейчас эти двойной дроп просто четвертую сбреет базу Блай в хлам вообще. Блай опять же не видит. Надо бежать туда. Ультрала одного завести. Блай опять как бы реагирует просто сверхмедленно как-то. Ультрал где-то запоздал. Рабочий короче не отводит. Ничего не отводит. Хата падает в секунду просто. Еще зачем-то в 7 сюда идет. Зачем? Не понимаю. Загружает Ютермала на третью. А Блай с третьей в 7 ушел. А нет. Королева здесь есть просто. Так. Один медивак поймал. Два фаербола. Микозы пошли. И медивак еще один Блай принял. Здесь роучи зашли. 175-151. Блай-то тащит, ребят. Обратите внимание. Везде что-то роучи напрягает. Везде вроде как отбивается. Здесь Ютермал шевелиться начал. Надо бы выгнать его отсюда. Блай можно оставить. Здесь пару ультралов с королевами. А вот этим всеми наломиться сюда. Или на планетарку даже вот сюда. И вообще будет все окей у него. Ютермал идет вперед. Блай пытается его поймать. Может ловит Ютермала. Ютермал дропает танки на хайграунд, на мейн. Фаербулы пошли по медивакам. Два с Блай сбривает, конечно. Сверху правда не получается бить. Здесь сзади танки тоже забирает Блай. Микозами ловят медивак. 1 на 1 еле-еле улетает. Нужно фокуснуть сейчас. Как можно быстрее. Ну все, Блай все забрал. Здесь 120 на 179. Блай просто я смотрю. И Тули Ютермал здесь мертвый. В этой игре отыграл он мертвый, похоже. Тули Блай тут что-то тащит просто невероятно как-то. Ну и Блай тоже тащит. Ну, наверное, первая больше здесь решает. Как что-то бегал-бегал Ютермал, наотдавал все. И у Блая все замечательно. Инфесторы, ультралы, реведжеры. Всего много. Можно заходить спокойно. Вот эту базу пробревать. Она даже не прикрывается. Ну, Блай постоит на центре. Сейчас подумает, что здесь делать-то ему. Ну, давайте, блин, под Либераторов ломиться сейчас. Когда есть вон свободная база. Заходит Блай. Нехос на био пошел. По аэрбулами забирает. Ну, чтобы подрезать трех дохлых мариков, блин, надо зайти и отдать сюда. Здесь реведжер приходит на планетарку. Ультралы у Блая строятся. Караптеры строятся. Да обойди ты сбоку в натуре. Или вот сюда зайди. Видел же, что база. Смотрите, вот Блай видит, что здесь база. Ну, вот хотя бы два ультрала сюда послать. Он вынужден будет юнитов подвести сверху. Так, выбивает Лайк Либераторов караптерами. Здесь забегание. Четвертую вроде как восстановил. Биться в лоб не хочет. Но у него же база четыре добывается. Вот не понимаю, Блай, зачем вот эти фокусы все, блин, нужны. Так, здесь Био, естественно, Блай поймает. Ютермал бежит и дронов просто фокусит. Блай лингами какими-то сзади смешными идет. Здесь ультрал принимает выход, которым будет отменять Блаю ютермал четвертую базу. Нужно срочно еще кого-то юнита сюда послать. Смотрите, он даже клешнями замахнуться не успевает. Где королевы? Блай, что-нибудь сюда веди, блин. Что происходит? 42, 72. По ресурсам вроде неплохо. Караптеры на муве. Давайте сейчас посливаем. Караптеров, блин, на муве. Приходят реводжеры. Сюда у них, кстати, одна атака даже есть. То есть грейды хорошие. пробежать все. Ё-моё! Как они жахают эти мины. Ну что, Блайза оходит Минки же оходит по лингам То есть они ничего особо не убивают Либераторы ухусят просто Инфесторов Блин, ну вот нельзя ни в коем случае Инфесторов под Либераторов подводить Блайя наконец-то отбивается Здесь Ютермал пытается Минуснуть Блайя четвертую Никак не получается Не минуснуть Блайя заказывает пятую Выход через центр идет Ультралиск весь этот выход видит Уходит, пофиг ему на фугасы Сейчас еще один коготь Блайя доделает Может и армор третий был обзыкать Но пока не заказывает Ютермал смещается наверх Блин, давайте ультрала будем держать Под Либераторами сейчас просто Так, минок очень много Караптера минусу Здесь в окне еще один ультрал Пытается пробрить Все, Блайя видит, что можно ломиться Заходит ультралами на минке Минок ну очень много Они очень больно там атакуют Инфесторы сзади где-то Микозом не достает Блайя 96 на 163 Ну и все, Блайя держится Как бы здесь добыча есть везде Ультралы строятся или инги строятся Ютермал пытается Био пробить Ничего не пробить Здесь в semicерах 2 минуты Супер Комикс Супер Комикс Короче, Ютермал не сдаётся совсем в этой игре. Ну, посмотрите тоже у Ютермала. На что внимание обратить надо? База 4 добывается, у Тирана Грейдей 1-2 дальше не делаются. То есть у Блая больше в коем-то веке, у Блая больше грейдов, чем у Тирана на 2 штуки ажцевых. У него 2-2 милишная, ещё и рейнжовая атака есть. На воздух про грейды вообще речи не идёт у Ютермала. То есть он просто куда-то идёт, постоянно отдаётся, в Гастов выхода нет, ни во что нету. Здесь полная бредятина, как бы происходит здесь. Так, по Аэрболами Блая забирает, не девайки постоянно. Причём Ютермал постоянно Блая в хаты эти отменяет. Вот Муфовером пошёл. Так, куда рабочие всего Блая пропали? Ютермал что-то назабегал там, но убивал 56 в общей сложности в этой игре. Блая рабов потерял. Блая просто минералов нет, ему срочно надо минеральную добычу восстановить. Вот он по чуть-чуть, конечно, восстанавливает. Но вот дальнюю вот эту базу надо сейчас раскачивать обязательно. Криптумары в центре. В центре Блая заплодил, всё занял. Наверху базу, правда, не контролят. Блая сейчас на косяк очень большой. Надо контролить, иначе беда. А не, вон там линк был, я вам соврал. Блазу, базу Блая контролят. Всё нормально. Так, здесь дропы постоянно летят. Блая видит, что цельщика наверх полетела. Да караптерами можно подбрить её. Одновременно медивак залетает, дропаться. Спорки погорели без скрипа. Здесь, вон, дэмиджи получили много. Ну, что цельщика пытается сныкаться. Блай... И куда он? Ну, зачем он сюда, Блай, бежит всеми? У меня просто загадка. 3-3 Блая заказывает. Знаете, сегодня 3-3 даже. Вот сонный Блай, да? Может, сонному играть в то время. А то грейды в 20-минутный 0-0-0, там, или одна атака рейнджовая, то уже 3-3 делали. Прямо, как бы, разница чувствуется. Боевой термал пытается сныкаться. Грейтер спайр у Блая почти готов. И он с прудами собирается давить. Да, это выход сейчас. Так, неплохие залпы по Тирану по самому Блай сделал. Здесь что-то и Либераторы бомбят. Ютермал даже, ну, как и корейцы учат, Ютермал копирует все. Про то, что есть такой грейд на рейндж Либератором, Ютермал вообще не в курсе. Короче, Блая что-то бегает. Здесь, вон, посмотрите, мутали с самого начала игры. Ветеран просто живучий. Прожил 20 минут с лишним вообще. Это из первого стэка вообще. И до сих пор что-то там стреляет, убивает. Блай туда-сюда бегает. Что у Блая есть? Есть 11 ультралов, 6 рейнджеров, 5 королев, 3 инфестера, 13 карапторов. Ну, здесь вот 8 Либераторов опасность, конечно, представляет. Но, я еще раз повторюсь, грейды 1-2 по земле у Ютермала и нету на Либераторах атаки. Вот, по нулям. Здесь он Био, 1-2, вы видите. У Блая 3-3 подъезжает уже. Грудов он делает. Тут, в общем-то, много чего делает. Грудов он 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 делает. Так, пошел Блай проламывать Ютермала. Ну, давай только будем стоять сейчас под либераторами, да? Так, минки здесь есть. Минки начнут сейчас минусать. Да куда королевы-то прутся, я понять не могу. Ой, караптеры залетают. По караптерам какой бабах жесткий. По караптерам, но Ютермалу некуда прятаться. Блай его прижимает сейчас к стене. Вот. Ну, все равно Блай не выбивает. А, он грудов. Ну, нужно ли ждать-то сейчас? Сейчас уже ждать нечего особо. Караптеров, пошли ты вперед. Все в одном контроле. Блай туда-сюда бегает. Но все равно Блай берет эту карту. Молодец. Вот. И 1-1 у нас тут вообще. Блай-то урубил-то щуна. Смотрю. 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 Продолжение следует... Так... 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 штучек было я перевел, линги туда-сюда бегают, королевы бегают, криптумеры можно тянуть вообще в разных направлениях сейчас и в центре есть, и вот сюда можно вниз спустить, и сюда надо бы, конечно, пару бы поставить, бы не мешало бы, но это все очень тяжело одновременно по всем направлениям крипт тянуть, и сюда надо, вот, как бы, чем больше крипт у ЗРГ, тем он лучше себя чувствует, это и визион, и скорость движения, как бы, а Ютермал, насколько я понимаю, хочет выход с двумя танками сделать сейчас, ГОВОРИТУЛ кар Fans Так, прогрызаются камни, открываются марики, плюс 2 медивака. Ублая больше лимита, ублая масс королевы, ублая масс все, и через 3 секунды и 1-1 будет готова. На самом деле, блайде 100% отобьется, просто что будет дальше, вот это уже, конечно, вопрос. Будет ли у термал давить дальше или нет, не знаю. Так что, Дима, гринин, выпиши, если что-то хотел читать, то я все читаю. Принимает блайб, а что линги состоят? Так, королева подходит, да тут смешная армия, блайб боится туда зайти, выжить у термала. Но блайб, может быть, здесь и прав, у него ведь мув бейлингом делается, у него делается второй армор. Почему он атаку вторую не заказал? Блайя срочно замечу, что у него только армор заказан, а хоготь не заказан. Здесь забегание идет, контур забегания от блайя, если он подморфит. Ну, бейлингов надо морфить, ну, закрыты депошки у нормальных игроков. Заходит блайб, еще сделать не смог, уходит назад. Ну, бред же, блин. Хотя, если бы даже с бейнами врывался, здесь, смотрите, группа какая не слабая у термала. Блайя пытается прогрызть камни сейчас сзади, там у термала. У него тут депошки тоже есть, второй ряд перестраховки. Приходит у термала, блайя не видит здесь. У блайя что-то сверх маслингов, ну, а экономика 58 рабов. На третий даже газа нет, я не знаю, хоть бы газ раскачал бы блайя, а то хорошо бы было бы. Так, забегание к шести часам идет. Везде вроде как все контролят, ютермал. Здесь видеть, что линги камни начинают шатать. На второй здесь, блин, депошки есть, но депошки... Ну, королев много у блая, везде всего много. Марики разгружаются, но блайя все камни прогрызет, смотрите. Морфится Беннегин, чтобы ворваться. Ютермал пытается на третий камни прогрызть. Не прогрызть, так просто камни блайя заходит, но танки прилетели отбиваться. В это время грызет основную рамку здесь, напрягает блайя. Часть лингов сныкал, отвел сейчас. Рампу прогрыз, врывается на мейн, но вот эту группу пока лучше-то а не врываться. Пусть он уйдет, ютермал, а потом уже ворваться сюда. Пару лингов блайя копал. Здесь марики все-таки находят ютермал блайевских юнитов. Блайя заходит. Три депошки взорваны на дальних подступах там. Бейлинги в рабов пытаются ворваться. В рабов врываются или нет? Пока непонятно. Ютермал приходит отбиваться. Блайя сгрызает все вообще в мясо. Сгрызает мародеров, мариков. Забегание хорошее. Уже ютермала лимита меньше. Я бы сказал, просто великолепное даже забегание здесь отбивая получилось. И экономики дэмэдж, и био подгрыз здесь. И дает возможность еще один врыв сделать по вот этому направлению 6 часов. И четвертая вроде как работает. И хайф делается. Ютермал везде вынужден сканить. Везде тратить энергию. Точнее, во всех этих ЦЦшках и Блайя перекопался в тупую еще здесь. И везде линги вообще закопаны. То есть, вижен у Блая, смотрите, есть. Везде практически. Здесь на третье забегание идет. Не надо под танки бежать. Блайя так наглую. Куда ты столько лингов? Тогда уж зачем ты, Блайя, так наглеешь? Тайома просто пришел несколько десятков лингов с люк вам. Ну, такие забегания не нужны. Такой хоккей, футбол нам не нужен вообще. Так, звук ничего не тормозит. Если кто-то что-то тормозит, обновляйтесь, ребят. Сегодня были жалобы, но на самом деле я просто старт не делаю, чтобы не разрывать как бы запись. И на самом деле у Мэйн меньшее количество людей, тормозится не так. Ну, вот, пожалуйста, начинается у Блая бред. Начинаются сливы по всем направлениям. Ее термал приходит и просто начинает Блая шатать. Ну, что происходит-то вообще? Диал на ровном месте просто сливает Блай игру. Так, здесь два Бэйна катятся на третью. Забегание на рампу проходит очень даже неплохое. Взрывается в туретку, а все тут линги прогрызает. Депошечки от Блая есть, кстати, адреналин. И опять же, хайф есть у Блая, и опять же, адреналин вообще он не заказывает. Ну, что за бред-то? Почему адреналин там не делаем, Блая? У ветермала третья атака делается. Здесь Блая, он слил лоб как-то. И просто на ровном месте Блая такую игру так все четко делает, и так взять отдаться. Ну, как ты будешь вообще что-то будешь делать? Что такое происходит, Блай? Мог бы сейчас пройти дальше. Ну, хотя на этой квалификации всего одна квота, я так понимаю, и то за квалификацию, которая прямо на турнире состоится, но это уже путевка, как бы поездка. Депошечки, Блай. Депошечки, Блай. Ну, еле-еле сейчас одолел. Оказалось, да? Депошечки, Блай. Так, Стрэндж с Харстом должен биться Стрэндж выходит, такое ощущение, что Харстом он слил уже Стрэндж с Харстом. Так, Ринзлай забыл бэйнов закопать Так, ну Глайя пикню бэй, эфир тут на нём попадётся Ждём, когда у Глайя будет оппонент Я не знаю, слился ли Стрэндж, судя по тому, что он вышел Похоже, что да, Стрэндж слился Так, ну нет, не с моей стороны со стримом сейчас проблемы были Я не знаю, в чём дело было Вот, говорят Не, ну на премиум и понятно, всё окей Я не знаю, что это за прикол Так, ну на премиум и понятно, всё окей Так, ну на премиум и понятно, всё окей Продолжение следует... 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 так отошел я и вернулся назад сразу же практически и попал на самое то начало движухи есть знаете что у фира два прокси-барака было просто он ставит что за дикие билды то пошли было и газ пулс мэйна конечно же но фир пилоны дома строит то есть после барак он переходить во что-то будет и видимо будет и кибернаточка дома запилена еще здесь на рамке я так понимаю иначе иначе для чего здесь происходит такая структура что и блай ставит золото у фира рядом тут фир проезжает золото палит прекрасно сейчас было еще и ручь ворон то есть блайн собирается лингами здесь отбиться узелков и ручь и реводжеров запилить и пробревать уже с этого золота в общем-то фира стараться так линги мимо побежали пробку не стал блай трогать лингов 6 штук мимо побежал вообще сейчас блай пару-тройку ручей запилят на мэне и собственно спокойно лингов встретить здесь а дома то у фира между прочим ничего нету адепт первый заказан здесь еще что-то заказано здесь видимо будет пилон какой стрим без задержки задержка две минуты сегодня вообще там сейчас стоит данный момент я имею ввиду проблевает блай пилон заходит на мэй на хайграунд почему дальше пилон не стал убивать не знаю здесь два золка хату вообще бомбят ну пусть блай потеряет эту хату он выбит здесь пилона выбит гейты пробок подгрыз сколько пробок блай подгрыз 5 пробок подгрыз 7 подгрыз последний хищный линк просто вообще жесть какая-то экономику то есть блай унизил своему оппоненту адепт пытается к мэну зайти сейчас будет выбито два пилона блай уже на эту хату забил что ли я чуть не понимаю похоже что да ну сейчас пилон здесь будет выгод так здесь брудлинги с лингами выползли и двух зелков блай минус 0 еще 10 эти личинка есть можно что-то запилить на самом деле пилон что блай не убивает все в улын сейчас идет блин а какой улын линги без му без му реводжеров пару штук пилон то хоть выбил бы хату поставить просто нам на золото на другом золото сейчас хату опять ставит чаш пилин успел реводжер перед гибелью сейчас еще один поставить этот фаербол по пилону робо готово знаете все что есть у процесс это реально робот только смотрите в чем прикол если его выбить то вообще плохо станет так очередной оверчаж уходит уходит реводжера превратить но у реводжера не превратить мазеркорд тем более его сейчас минуснет один реводжер тут бомбит с другого направления муфлингом блай делает разводит по максимуму сейчас пытается феера развести ночью гитов нету продакшена нету я вообще не знаю что тут феер собрался делать еще один пилон попытаться убить надо иморкл вышел пытается подрезать реводжера подрезает реводжеров блайп заходит тремя лингами на хг ну и все надо лингов с муом делать выбивать пилоны здесь все оппонент своему и врываться варфа нету кроме и моркова одному юниту здесь вообще отсутствует просто я думаю что здесь была возьмет эту игру уже сто процентов так заходит линги и моркова бай окружать пытается окружает и моркова вверх чашкирки чуть не ставят сейчас чем так долго соображать реакция у пера деньги все идет и идут нет на чат я реагирую но задержкой соответственно так здесь пытается кибернетку бласть при степелу вертяж выставляется было надо отступить допустим повисит немножечко зачем его выставлять так здесь один лингиты грозит чтоб не дай бог не восстановил пир пилон короче блайя начинает дожимать здесь все здесь очевидно что ничего не сделала пить у блая уже золото добывается пир кстати не не знает об этом золоте ничего поэтому пытается биться знал бы он что там золото уже есть я думаю не стал бы уже сопротивляться особо здесь новые пилоны ставят в случае что блайда грызается на лук граунде сандрят пилку успевает один поставить но я не знаю на что пир рассчитывает в будущем за счет чего он хочет отбиться здесь то на хг даже если клайд тупо блудинга строить они будет больше строится чем он сможет убивать ну что 21 61 все кончается пир блайде 0 можно пройти сейчас бифир днс лезов там еще почему можно биться так захожу в игру создан хост отлично я не знаю может быть некие бете будет на поздней кида стадии ставки но я сомневаюсь скорее всего нет и все и и и и и и и Так, у кого рассинхрон, обновляйтесь. У других людей уже много было сегодня про рассинхрон, у других нет. Короче, это не от меня проблема, скорее всего. Я правда не знаю, как ее решить вам, но попробуйте что-нибудь сделать, может быть, поможет. Продолжение следует... Ну что, вторая игра. Fear против Bly. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, Bly газ ставят, сейчас пул пойдет. 16 дронов на минералах, конечно, сейчас будет и в газ переправлено, рабочих несколько штук. Вот еще два заказывает, два сейчас дрона. Все как готов. Поехали три добывать, все замечательно пока что. Еще третий дрон пошел. Ну, стандартный-то, в общем-то, опенинг. Здесь у нас гейт-газ с кибернетчика сейчас будет заказано. Так, не понял, здесь будет проход или здесь. Похоже, что здесь. Ну, застройки такие я вообще просто, ну, не понимаю смысл. Ну, Ctrl F5 пробуйте, я не знаю, может обновляться не просто через F5. Ну, я не знаю, не у всех есть RNS Synchron, поэтому прерываться на полстриме. У меня задержка просто стоит. Если я сейчас буду стоп-старт делать, две минуты стрим будет просто отсутствовать. Потом запись будет разделена уже, к единым бодам ее можно выложить, что, естественно, всегда плюс. Может, браузер вот другой поставить. Я не знаю, сегодня просто и лаги проскакивали тоже. На премию не лагало, то есть от меня проблем вроде как не было с лагами. Похоже, что может какие-то на ГУГе проблемы, не знаю, все-таки воскресенье там. А может быть и нет. Мовер облайд, все в порядке. Твайлайт у Фейера здесь. Четыре линга забегают, и что они сейчас, успеют забежать? Нет, сталкер встанет здесь за газом. Так, попытка проскочить. Линги протискиваются за сталкером. Посмотрите, вот как криво встал на халде. Все, просочились линги сейчас нелепо как-то здесь прошли. Вот, и здесь только адепта так стоит, непонятно. Все, линг наполучал. На один хп у него осталось сейчас один хп. Он ушел, тем не менее, чудом каким-то здесь адепта минуснет. Блай адепт падает. Это, в общем-то, в итоге вроде как живой. Блай и здоровый. В Старкрафте здесь шесть лингов потерял. Бил адепту сталкера проб. Конечно же, плюс разменялся. 350-150 по потерям. Ну, это кипишка это происходит. Или нет. Да, гейты открываются. Кипишка это происходит. Так. Ну что, роучи-ми Блай вперед выдвигаются. Смотрю, роучи идут вперед. Аж целых 12 штук. Лингов дозаказывает Блай. Но сейчас, правда, не все линги вот перед ВИЗе. Ну что, тут линги пытаются грызть что-то там. Ну, правда, особо тут ничего и не подгрызть. Ну что, приходит Блай, это минус Фиер, ребятки. 87-70 по лимиту. Мазер Кор подбревает фаербулами. Ошибка от Фиера просто жесткая. Он что-то мечется туда-сюда. Блай, конечно же, его пробревает. Просто сейчас. Через паузу у Фиера бомбануло. Выходит он, походу, либо случайно мисклик он там, я не знаю. Опа. Выкинули меня из ГМЛ-а что-то за что-то. А, ну давно на этом аккаунте не играл. Ну, ничего не поделаешь. Буду играть на другом. Какая разница? А что выкинул? Там место что-то не осталось? Похоже, что так. А, ну хотя раньше, как раньше тоже. Я уже больше недели, мне кажется, здесь не играл. Хотя был на сотом месте, где-то там по центру примерно. 180 человек в ГМЛ-е, блин. Здесь почему так много места свободного? Интересно. Не знаю. Так. 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 Достаточно. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, я устраиваю небольшой здесь перекус пока И буду прорываться к гулаю Только завтракал сегодня просто Вот, ждите, в общем-то Скоро игра начнется Я скоро буду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не поставил я вам, по-моему, продакшен. Ну вот... Тут уж ничего не поделаешь. ДНС телепортируется, Блай рабочих, отводит. Выдвигается шесть тингов вперёд. Ну с трёх хатпул начал Блай билда, в общем-то. Ну такой халявный достаточно билд. Так, прибежали линги Блай. В саде четыре уже адепта, скорость атаки почти готова. Блай прекрасно всё видит, что происходит. В общем-то ДНС сейчас вперёд будет выдвигаться. Блай проверяет, где там стоят адепты. Вот он видит, как они вперёд пошли. Понимает, что скорость атаки уж готова практически. Пытается контрзабегание сделать. Пробегает просто мимо пилона. Посмотрите. Нету оверчажа. Врывается в рабочих минеральную линию на мейн. Третий нексус, правда, отменить не смог Блай. Ну на халде, посмотрите, сколько пробок он пробивает просто ДНС. Жесть-то какая. Пробок много падает, но дома в итоге нечем адепту встретить. Они сейчас больше ещё убьют, чем эти линги рабочих, блин. Выходят роучи. Роучи по отдельности Блай уминусуют ДНС. Тут начинается беготня взад-вперёд. Роучи встречают адепту. Адепты всё ещё живые. Клани на третью хатпу пошли, да. В третьей базе пошли они. Или уходят просто. Нет, пытаются выйти. Такое у меня ощущение. Ну и от Блая врыв будет сейчас на роучи... Роучи лингов. Это реводжеры роучи линги. Будет пуш сейчас против ДНС. Что у него есть? У него есть роба в продакшене. Пять адептов и три гейта. Всё. Мне кажется, что это вполне успешный будет врыв со стороны Блая. Вот он реводжеров начинает морфить. Добавил пять дрончиков сейчас. Ну а почему он лингов не добавляет? Странно очень. Так, адепты пришли. Ой, роучи пришли. Реводжер один пришёл. 73, 96. Ну третью базу сбрил сейчас Блая и ДНС. Пытается тут и в лоб заходить, что-то попрессовать немножечко. Но надо зайти, пилон минус нуль. Вот имморт первый вышел. Нет, с имморталом уже шутки плохи. Здесь с имморталом поаккуратнее надо. Пора отходить назад. Блая отступает. Если ДНС на ХГ зайдёт, можно с лингами было бы его встретить, например, попробовать. Но линги на забегание пошли. Сзади будут, в общем-то, напрягать. В чём всё это Блайдил без лейра даже, что самое интересное. Каждый день 20 человек. Ну да, там ММР поднялся. У меня 5600 был. Пили 5500. А там сейчас уже у нижних самых 5500, видимо, поэтому выкинуло. А, просто поиграть было немножечко. А я на другом аккаунте играл. Так, 118.99 Блая пробивает камни. В это время линги забегают, отменяют третий Нексус. Здесь два адепта Мазеркора, а то гонят всё. Блая мув роуч. ДНС, кстати, лимит почти как у Блая. Если Блай сейчас зайдёт на хайграунд этими роучами, он просто всё здесь потеряет. Пытается свалить Блая от ДНС. Адепты собираются врываться? Нет, да, собираются врываться адепты. Два Эмортала здесь микс есть. Фаербол пошёл со стороны Блая. Фаербол падает неплохо. 11 плюс роучи Блая заказывает. Лингами можно попытаться ворваться. Но Нексус уже не отменить, скорее всего, будет. Так, здесь ДНС пытается зайти. Заходит Блая одного адепта. Сразу забирает. 19 роучей заказано. В это время линги на вторую базу врываются. Начинают пробок погрызать Блай. Так, на газе одна уничтожена. На минеральной линии ещё одна уничтожена. Но так, три пробки уничтожил. Блай в это время замес идёт. Здесь я вам не показываю, как он идёт. Филды неплохие от ДНС пошли. Падает здесь у нас хата. Блай проблевает филды. В общем-то, с кастами реводжеров, фаерболчиками. Ещё филды проблевает. Заходит выше Блай. Имморталов надо фокусить. Имморталов фокусить не получается. Блай филды снимает. Очень неплохо Блай. Хорошо пользуется всеми этими делами. По призме попытался проатаковать. Призму забирает. И вроде как убивает ДНС. Блай сейчас, насколько я вижу, Гэй пишет ДНС. Это действительно какое-то Гэй для него. А для Блай всё великолепно. Будет сейчас биться следующую игру с ним. Ну что, достаточно чётко Блай отыгрывает. Я смотрю, всё. Если вы играете ДНС, то с Лайзером вы будете бить, скажу, на первом месте у Ладры, кстати, сейчас находится. А здесь true ещё даже в отборочных участвует. Который в шоу-тайме, между прочим, 2-0, убил, а true will у Лайзера. Так, ну что-то хост не создаётся. Не понимаю, почему. ДНС, видимо, динамит с картой там. Может и бомбанула у него Малеха, не знаю. Поэтому не спешит. Ну, вроде как, не бомбила особо. Стоунг. Ну, вроде как, не бомбило. Понимаю. Если вы, если вы не любите Анатольеву, что он здесь ухим, то есть? И всё. Анатольев, я не знаю. Анатольев. Он таким. Что это зацепит. По этому делу, я не знаю. Анатольев. Наконец-то создан, заходим. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так, ну что, вторая игра BlyDNS 1-0, Bly уже ведет Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так Добавил субтитры DimaTorzok Фрокси хатку не видит А здесь уже дроны поехали И как раз до него Вообще Не видит хату ДНС Все, плетки пошли сейчас Раз, два, три Ставятся плетки Королева два линга заказывает Сейчас зелух выйдет, конечно, порежет Но одна-то плетка, две Точно достроится Оверчарж ДНС собирается Запиливать сейчас Меняет BlyDNS плетку Заказывает в другом месте сзади Сейчас начнут линги выходить Надо пробок подгрызть Первая пробочка падает, вторая пробочка падает Мазеркор здесь Оверчаржен Ну, отменит сейчас ДНС плетки BlyDNS одну, правда, забыл Эскейп нажатчик Ну, в итоге сейчас королева выйдет Под оверчар, правда Она попадает сразу автоматом Криптумор надо ставить Можно чуть сзади его поставить На самом деле, этот криптумор BlyDNS окружает двух узелков ДНС не может ими выйти уже никуда Мазеркор сейчас подрежет BlyD Мазеркор подрезал Слинги все бегут и бегут Плеток перекапывается ближе Не работает вот такая оборона реально Против того, что BlyDNS делает Криптумор BlyDNS ставит Какая я имею ввиду? Зелок и оверчарж на пилон Все Игра приостановлена Блайгрид лагает Блайгрид лагает Блайгрид лагает Что-то хотел спросить Спрашиваю, нормально тогда? Так, наламывается Блай на пилон Здесь сзади еще один в плетках есть Ну тот разберет сейчас В общем-то Блай на мейне Ковыряет рабов уже 2-0 это изи от Блая Просто я уверен Здесь уже ничего не сделать ДНС Да, он что-то тут с пробками попытался побиться Ну линги отступают назад Оверчар... ой этот... Зачем доделывать варп? Я не понимаю ДНС Зачем доделать Я говорю, что блайм ха вот это не заметил То все сразу печаль Продолжение следует... 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 Так, ну тут Блай забегание делает Лейзер что? Лейзер видит это забегание Может Блай имеет смысл развернуться? Отменяет Блай какое-то здание Там эволюшн что ли отменяет Я не понял, что там Блай отменил вообще Так, здесь Линги прибегают на королеву Он обрасывается, Блай подгрызает пару Лингов и Лейзеру Нужно уходить все уже, иначе размен в минус будет Надеюсь, мув скоро очень будет готов у Лейзера Блай начинает хату раскачивать У Блая рабочих больше значительно Мув правда позже намного И Лингов Блай не уводит Почему? Сейчас и Лейзер на халяву и 4 Линга заберет И в итоге контркуш жесткий будет То есть это может быть 0-1 для Блая Что он так вообще наглеет, я понять не могу Заметил Лингов сейчас Блай У Лейзера Нужно самому заказывать Все, здесь Линги на мув вперед Выходит 22 плюс еще строятся 6 штук Короче, Блай ставит стенку Но здесь всего 2 королевы Стеночка новенькая Ой, здание еще здесь не окреплено Я бы сказал Энергии полтинника не будет Сейчас королевы друг с другом Клок бок о бок становятся А одна сейчас королева упадет И Лейзер пытается протиснуться Но не протискивается Блай отменяет, кстати говоря Роуч Ворон Зачем он отменил Что-то заново новый заказывает Что-ли Ну, он все равно отбивается Блай, кстати, достаточно легко Он отбивается И по экономике плюс Я смотрю здесь Нужно плюс один, видимо, Блай Делать сейчас Блай ставит Роуч Ворон Заново И Лейзер на халяву Лингов подгрызает Королеву нужно местами Поменять бы сейчас Блай пытается Королеву местами Все, мув готов Выходит вниз сейчас Так, королева плюс Линги Сейчас он гребет Блай одну королеву теряет Вторая живая Все в порядке И Лейзер каким-то боком Вот из-за ошибок Блая И Лейзер Из-за ошибок Вот здесь Вот с этими Роуч Воронами Отменами Лейзер умудрился Войти вперед По рабочим Вообще по всем параметрам Блай каких-то Опять по три овера строит Вместо того, чтобы Рабок построить Лейзера Обогнать бы Здесь что-то Блай заходит Лингов немножечко Отдает Некоторое количество Накурать не нужно быть Еще Линги пришли Отдает Ну что ж, 60-50 по лимиту Блай вперед выдвигается Проморгал я вообще Роуч Ворону Блай 10, Рачей двигается вперед Линги да заказаны На десятку больше боевого Здесь Роуч Ворона как не было, еще так и не будет Пока в ближайшее время И у Блая, посмотрите, 278 газа Между прочим Сейчас пойдет замес, Блай начнет терять Свой лимит и Блай сможет Реводзеров морфить по дороге сейчас Так, Реводзеров Блай морфить А вот Лазер, ты у Блая пробегает Да, забегать куда-то И Лазер там пытается Что ты делаешь-то, Блай, ё-моё А что он делает-то? И чего это? Блай рабов да заказал сейчас То есть он фейканул типа с пушем И чё это было? То есть можно просто на оклике Было сейчас практически на оклике Элементарно морфи реводзеров Роучи в реводзеров На заказ валингов Убите Лазера Блай решил, что ему что-то не хватает Свалил назад Просто и непонятно То есть, ладно, где лэйр Там шпиль какой-нибудь выходил Так он делает какой-то балент-тест Бредовый вообще И будет пуш продолжать Что самое интересное То есть это будут Роучи, Линго, Бейлинги Один с Бэйнов Прям дома делает И пойдёт вперёд Ими сейчас Зачем ему столько дофига Прям дома Бейлингов Понять я просто не могу Так, два Бейлинга Оставляет здесь в рампе Остальными двигается вперёд У Элейзера восемь Роучи заказаны У него уже есть Восемь, девять И ещё четыре строятся Элейзер спускается вниз Но тут, кстати, Бейна Вот чё опасно здесь, конечно Для Элейзера Выходят Бейлинги вперёд Блай видит сейчас Прекрасно Роучи заказаны Элейзер пытается ступить Здесь на центре Просто стояние какое-то Началось непонятно Так, взрывается Бейн У Элейзера есть Этот армор Лингом Короче, Блай ходит На ровном месте Всё, примут Кто, правда, потерял Своё Посмотрите Полимит 9986 Это просто бред Вообще Короче, Блай отдал Эту игру нелепо Бейлингов по одному В Линга просто сливает Ну и чё это происходит Пошёл Замя здесь Элейзера больше То есть Блай Натурик Это сонный Полный бред сделал Пользователь Диасокин Активировал премиум На ваш канал Спасибо, Диасокин Спасибо всем, ребят Подписывайтесь на премиум Поддерживайте мой канал За это Вам громадное спасибо Ну, лимиты равные После встречи Практически Но у Элейзера Есть третья хата У Блая Она отсутствует У Элейзера есть Армор на юнитах У Блая Он отсутствует Дрон боевой Ну, Линга сейчас Закусал Заел Блай делает Лэйр У Элейзера Элейр Отсутствует Ну и Элейзер Вперёд собирается Идти У Элейзера Не пробил бы Ты там монетку кинул Ну, если мы захотим Как бы Рандомный прогноз В следующий раз От эксперта Из чата То Мы попросим тебя Кинуть монету Пробил бы Блая Или не пробил Ну, очевидно Когда у оппонента Ноль роучей У тебя их 10 Стоит Вот здесь Вот А вот Его база Да У него много Лингов Но тебе Все Что нужно Сз Зажать И Бейлингов Нет у него То есть Просто Дериси Роучи Морфи Вовремя В реведжеров Нужно так Было Делать Блая В итоге Он просто Отдает Все свое Преимущество Но У него Есть Лэер У него Будет Спайр И кажется Элейзера Перехитрил Блай Если Элейзер Сейчас Не придет И просто Блай Не убьет За вот эти 30 секунд Которые До шпиля Остаются Может быть У Блая Что-то И получится То что Оверов Элейзер Подрезает Конечно Хорошо Для Элейзера Но Диасокин Поддержал Ваш канал На сумму 300 рублей Спасибо Диасокин Но Для Блая Вот этих Оверов У него Просто Про запас Там столько Настроено Что Жесть Забегает Динги На третью Базу Дроны Пытаются Уйти И Лейзер Пытается Дронов Подгрызть Одного Подгрызет 8 муталисков У Блая Лейзер Идет Вперед Идеально Под мутку Аккурат Через 20 секунд Уже мута У Блая Будет Блай Сгрыз Слингов Которые В том направлении Были Здесь забегание На вторую Пошло Блай Как же Ты запустил Контратака От Блая Пошла А зачем Типа Мутка Здесь дома Отобьюсь Там пойду Разберу Пожалуйста Муталисков Сколько вышло 8 Ушло Нет Все Слава Богу Вышли Я думал Сейчас Там Блай Потерял Мутку Здесь На вторую Лейзеру Приходит Ну кстати Кстати Может быть Блай И прав Мутка Разбирает Примечку Лингов Через Аклик Пошли Блай Ничего Никуда Не посылает На вторую Лейзер Разбревает На мейн Надо Заходить Сейчас Частью Роущей Дроны Все падают Мутка Успевает Блин А если Элиминейтить Блай Лейзер Успеет Мне почему-то Кажется Что он Успевает Элиминейтить А Блай Просто Не успевает Элиминейтить Лейзера Это Такой Фейл Вообще Как Блай Додумался Пойти Туда Вообще Хату Ставит Сбоку Дронов Уводи На эти Газы Все ГГ Блай Терпит Поражение Какая Провала Вообще Стратегия Здесь От Жесть Какая Просто Перемудрил Сам Сидел Бы Просто Мутка Прикрывала Его Армия Уверен Блай Блай Спасибо Диасокенте Еще раз Спасибо Всем Ребята Спасибо Я не согласен, что смутный квадрался. Так, ну мута не было, но мута выходила как раз. Блай тут не прав, ему надо посмотреть демку. Я уверен, что если бы он дома подрался, бы все бы окей было. Там мута постепенно выходила, но, во-первых, там личинки не погибали. Он бы дал продакшена больше себе возможности, как его линги бы успели выйти. То есть, просто Блай погнался за лингами, конечно, на 12 часов туда. Это да. То есть, ему нужно было успеть вернуться. Но он бы смог время тянуть бы еще, на самом деле, отступать назад. Не давая, как бы, да нормально драться. Плюс на рампу. Ну, там да, там, конечно, сложно сказать. Там на вторую базу ворвался между застройкой линги. Вот это, конечно, провал был. Если бы они сразу не ворвались, может быть, даже при таком раскладе Блай бы нормально все сделал. Ну, как-то так. Ну, ДПСа не хватило просто, чтобы мута убить. И это полная печаль, конечно. Ну, конечно. ДПСа не хватило просто, чтобы мута убить. ДПСа не хватило просто, чтобы мута убить. ДПСа не хватило просто, чтобы мута убить. Руко. 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 Продолжение следует... Так, ребят, секундочку. Так, ребят, прошу прощения. Не, мог Блай, конечно, теоретически и не справиться там. Надо посмотреть. Просто вопрос вот по поводу пуша, что Блай, типа, не пробил бы. Да, там было много лингов. Я не обратил внимания. Возможно, Блай уже в центре, как бы, вот этого... В центре выхода своего передумал пушить просто и... Так, а в чём дело-то, я чуть не понял. А, там роучи заказаны, Линги. У Блай, 10 роуч. Возможно, в центре уже карты Блай начал в дронов переходить, а я этого не заметил. Если так, тогда всё логично, да, что он не пошёл. Но если бы он просто Линга встроил по максимуму, я думаю, что смог бы пробить бы вообще. Ну, а как вы знаете, у Блай всегда своя версия. То есть у Блай всегда прав, в принципе. Ну, что, как-то, ну-ка, мы писали, Блай, что ты не делаешь? Говорю, каких граидов я не делаю? Я всегда делаю граиды, говорит Блай. Вот. Ну, что, пробивает Блай камни. Собирает заходить, ну и Лейзер уже больше в разы. Блай пробил и опять отходит. То есть то же самое, что в прошлой игре происходит, но сможет ли в этой Блай нормально реализовать? Так. Вывел средства. Спасибо, короче. Человеку там за поддержку. Рурда, спасибо тебе. Не знаю, смотришь ты до сих пор или нет. Всё, вывелось. Всё, отлично, спасибо. Всё, отлично. Так, ну что, опять Элейзер идёт вперёд. В этот раз Элейзер ещё жёстче, чем в предыдущей игре, вперёд идёт. Раньше гораздо. Здесь ещё даже шпиль у Блай не готов. Элейзер сейчас прочувствовал абсолютно, что происходит, как бы. И он пытается зайти, просто минуснуть Блай. Здесь Блай пытается реводжером, фаербулами откидаться. Новые роучи, реводжеры строятся у Блая, заходит Элейзер. Блай подрался в одном направлении, в другом тоже подрался. Элейзер в итоге заходит, своих лингов фаербулами только минусует. Но Блай зажат, оказывается, нужно дронов выводить. Королеву нужно выводить, обязательно Блай смещается из-под фаербула. Фаербулы Блай ложатся очень неплохо. 90 на 108, полимит 4 муталиска заказаны. Ну вот можно сказать, вот в этой игре, типа, я не отбился, потому что здесь принимался армией бой. Но тайминг-то шпиля совсем другой. В прошлой игре уже мутка строилась, когда Элейзер нападал. А здесь еще и шпиля даже не было, когда Элейзер напал. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! 42-93 Блай не сдаётся максимально долгое время Ну что-то лингов слишком много заказанного Лезера и здесь всего 4 Муталиска успело выйти А в прошлой игре 10 было заказано Ну что, здесь линги Роучи грозут 18-92 Блай пытается что-то сделать Но ничего не сделать ГГ, он пишет Фуф, ребята Фуф, ребята Так, секунду Я наберу ли человеку одному Сейчас и И вернусь к вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ребят, всё, я здесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, всё, я нашёл канал Так, ну что, ребят, я думаю, что... Так, Илюх. Илюх, 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 Илюх, Илюх. Илюх, 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 Илюх. Илюх, 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 Илюх. Илюх, 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 Илюх. Илюх, 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 Илюх. понравилось прямо зергов что-то немерено но я хочу попасть пти друга против оригинале а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, оригинале... А, помню этого оригинале. Он играл уже в французских там каких-то турнирах и в общем-то замечен был в ней... в том, что скид у него не слабый. Замечено было мной. Продолжение следует... Так, ну что, вроде все здесь. Так, лузерс финала венеров. Лузеров не сегодня будут сыграны. Я так понял, завтра они будут сыграны. То есть, шоу-тайм уже будет не сегодня играть. Но до финала лузеров еще я скажу вам. Вот мы сейчас... Ё-моё! Мы сейчас смотрим друга оригинале. Победитель с Мари Лордом будет играть. Потом, после победителя, еще три тура будет до лузеров в финал. То есть, раз, два, три, четыре, пять туров вот от этой игры до финала лузеров. Кто такой старый? Это не через меня кто-нибудь там прыгает вообще? Так, ну я договорил, да. То есть, я решил, что раз я, в принципе, официальный стример, почему бы мне бы не постримить до конца? Играет музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте смотреть в оригинале. Вот кто должен знать. Вы меня спрашиваете, куда же Ревчик подевался. А я и не знаю. Он, к слову, там у Ревчика на канале сидит. Спрашиваете у него, может он знает. Например. Ну что, здесь пробочка я друга разведал. Уходит. Все, прошу прощения. Отвлекся в начале я. Ну все, теперь я здесь. Победитель будет биться с Малин Лордом. Эту-то часть сетки я и буду стримить. Так как официальный стример решил я не прерываться. Несмотря на то, что наши все проиграли. Но Стрэндж начинал борьбу вообще из лузеров на данном турнире. Почему? Ой, какой соплайблок. Секунд... Ну не 10, но секунд 7 был соплайблок. Короче. Стрэндж играл в гоуфу СК. В полуфинале он проиграл корейцу Лаеву 1-2. Был шанс у него победить. Но как-то одну игру он победил чудом. Хотя казалось проигрывает. А предыдущие две как-то... В общем, первую и третью как-то слил в хлам. В общем-то неуверенно отыграл. Но одновременно стартовал этот турнир. В итоге Стрэнджа в лузера. Уже кинули он к лузерам. Там прошел несколько туров. Но проиграл Харстаму в итоге. К сожалению. Ну и только в лай в общем-то бился. Долго-долго бился. Но вот и Лаеву слегал 0-2. И только первую игру обязанную убрать. Мне показалось. Но не получилось почему-то. Вот, ребят, запись будет одним бодом выложена. И гол по СК, и данный турнир. Просто я не стал, чтобы старт делать, прерывать. Пусть уж все будет одним паком выложено. Будет лучше тогда. Здесь робот Вайлайт гейт у нас. Плюс 2 гейта у Дрога. Все стандартно очень. Кстати, Дрога, смотрю, вот как-то пораньше такое ощущение гейты добавляет, чем вот тот же Стрэндж. У него еще робот Вайлайт не готов. Хотя, может, я вообще неправильно посмотрел. Я просто вот таким билдом не так уж много еще наиграл на ладоре, чтобы утверждать что-то. Вот 2 гелика приезжают. Где-то я недавно это видел. Где же я видел? Кому-то так же гелики эти заезжали. Просто разваливали рабов. Вот оригиналя приезжает. Одного раба сбрил. Два, три, может быть. Три, да, пробки уничтожены, но больше ничего не получится уничтожить. Три, как бы, это немного двумя гелионами. То есть это и по ресурсам больше. И это просто не остановит. Все впереди вначале никак не... Ну, не, оно тормознет немножко, конечно. По шуму скала, скан обсервер минус принимает оригиналь. ПМ у него... ПМ большой. Я так понимаю, это молодой тиран наподобие Клема, который Хэппи уиграл как-то на квалификации к ВЦС. Было дело недавно. Но Хэппи все равно поехал в итоге, потому что тому было 14, по-моему, лет, как бы, на тот момент. Ему просто тупо нельзя по правилам было участвовать на ВЦСе. Третье некий футрога готов. Плюс сколько тут? А, три гейта и форжа одна вписалась сюда вместе с гейтами. Вот так вот здание, кстати, тоже вам рекомендую. Если вы ставите гейты, какую-нибудь Twilight, форжу между ними проставляете, и есть вероятность, то есть, конечно, самые крутые игроки, они каждая прокликают, просто посмотрят, что же здесь строится. А кто-то может просто взять и не подумать, а, четыре гейта вместе ставят, ну, ставят, типа. А на самом деле там какое-то здание приныкано. Выход от оригиналя идет. Так, пошел скан оригиналя, заходит сюда. Прекрасно, вид, обсервируем все друга. И куда он пошел-то? Вот откуда тиран заходит. В это время Кэшминка попытается ворваться. Заходит оригиналя сейчас. Друга здесь рядом. Гвардиан, Рублин, минка полетела на мейн. Или нет, сюда минка полетела на третью. Ну, здесь уверчажа везде есть. Друга врубает уверчаж, и он все четко здесь делает. Контрит, обсервируем все прекрасно видит. Короче говоря, все у него в порядке, ребят. Ну, я вижу, что пока все Друга достаточно четко делает. То есть, мы Старкрафт хорошего уровня наблюдаем сейчас. Несмотря на то, что Друга в последнее время плачет и сливается постоянно. Тем не менее, уровень какой-никакого у него есть. Так, не хватит здесь филды. Несколько маленьких полетел. Ну, плюс в оригинале француза прикол в чем. Вот, как бы, когда ты против своих соотечественников играешь, то, ну, не знаю, мне наоборот всегда было против наших тяжелее играть. Да, потому что, как бы, они, ну, в большинстве своем ты с ними чаще играл, как бы, да, там. И они знают, как под тебя подстраиваться. А у некоторых, наоборот, знают, что, как бы, его боятся. И это в плюс выходит, да, для игрока. Я думаю, для Друга здесь второе почему-то, как бы, ну, не уверен. Ну, пока он все очень уверенно делает. Привет, Крест Д. Да, здесь я официально стример данного турнира. Может быть, даже и финалы разрешат стримить. Я, правда, не знаю, клинфит или из игры. Если клинфит, то, в принципе, и пофига. Это как рестрим получается из игры, конечно, круто было. Но я не уверен, там дадут, не дадут сервер. То есть, все-таки, Мексика, американский будет. В какое время там турнир еще будет проходить? Много очень игроков по этой причине, между прочим, на турнир не ездили. Например, давным-давно, когда еще мы первым в Старкрафт играли в Питере, такой по УТ, по Unreal был игрок, Кац молодой, ему 14 лет был. Он, как бы, чемпион России, ну, то есть, он самый сильный был. А на ЛЦГ нельзя ехать, например, как бы было. Вот, ну, логично, да, чтобы, не знаю, не с родителями же посылать. Просто, получается, тогда надо организации 2, оплачивать билеты. И тебе, и родителям твоим, ну, как бы, это не нужно никому. А есть в разных странах разное законодательство вообще. Или даже с ВЦГ, по-моему, там как было? Кац поехал на ВЦГ, оно было в США, по-моему, и ему там просто не дали играть, потому что по закону, по законодательству их нельзя было, по-моему, даже так. И причем ему там даже компенсировали, по-моему, как бы, часть... Или, не знаю, короче, какие-то деньги компенсировали ему за это. Ну, что, типа, он уже приехал, а ему тут предложили, так что нельзя, короче. Так, на Main призму врывается. А, ну да, не оригинале. Origin, он действительно оригинале, он сам писал. Да вообще, как говорится, вы всем сами знаете, что, кто там он. Главная игра какая. Контр-Харас идет, Дрога в это время пытается в лоб убить. Либератора взбревает. Origin пытается держаться, Либератор как помогает. Хорошо, каждый залп, гигантское количество дэмэджа. В это время группа Био, не слабая, подходит с мэна. Дрога вообще разваливается здесь. Что он творит-то? Либератора не фокусит, это катастрофа просто. Цельшку надо вычинить, цельшку не вычинил. А здесь Origin еще и Дрога шатать одновременно умудряется. Правда, не то, чтобы там он дико шатает. Ну, оп, Минка залп, минус СН3 все, как же больно сейчас Минка жахнула. Но Био сверх дэмэджа, я знаю, все никак не вылечить его, нечем лечить просто. И все-таки такое ощущение, что да, здесь Доварпадек все-таки здесь Дрога отобьется. А здесь нашатал просто адово рабочих, там 24 на 56, это более чем двукратное преимущество. СС возвращается, надо вычинить, но лимит боевой еще пока более-менее, шансы остаются. Ну, тут 32 грейды у Дрога делаются, у Origin 1-1 в данный момент, то есть печальная. Так, с кухни в комнату, как и обещал, переехал все-таки, а наконец-таки. Вот, комната здесь только пол остался сейчас. Опа, минус 3 медивака, Дрога все проблевает, собирается отсюда. 140 на 70, это 1-0, то есть у Дрога по лимиту. Вот, ну и поэтому сбор на диван идет, ребята. Поддерживайте меня и мой канал, естественно. Чтобы здесь оборудовать действительно стулья, нужно было иногда с диванчика издалека постримить там ЭТЗ и самому посмотреть что-нибудь. Ориджин, ну что же. Ждем следующую игру. Ну, теперь я знаю, что через Пакхи можно ворваться, в принципе, там или через кого-нибудь еще. Вот он, Пакхи, ну ждем. Уверенно, Дрога победил. Если победит, то попадет на другого своего же соотечественника, француза. Я имею в виду, естественно, для тех, кто может не понимать, что это значит. Ну, не знаю, есть ли такие. Вот, Марин Лорда, у тирана очень сильного. Захожу в игру. Субтитры сделал DimaTorzok. Спрашиваю друга, все ли готовы. Я думаю, все и готовы, надо начинать понемножечку. Продолжение следует... 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 ЦСшку у друга за несколько залков третью забирает. Что он боится-то не понимает? Можно вперёд идти. Ворвался по адептам, и вообще бы было круто. Сталкеры заходят, адепты заходят. Здесь адепты пришли от круто. А, вот та группа издалека ворвалась, которая стояла там рядом. В итоге идёт врыв. Пожелал по-французски удачи, я так понял, дрогу он. И сейчас будет с Марин Лордом биться, дрога. Ну, а там и сеточка вся далее известна. Дальше и лейзер будет, потом ютермал уже будет. Короче, тут много у нас всего. Дальше и лейзер будет. 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 Так, рам-зам-зам. Дальше и лейзер будет. 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 Продолжение следует... 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 а ну ждем пока чет не начинается нифига Стрэндж от Оринджина отлетел тех лузом Стрэндж играл Гуфу СК одновременно начался этот турнир поэтому Стрэндж собственно и проиграл Стрэндж Kraус Усп juvenile З валют Стрэндж Фус Ну что, дрога готов, Марин Лорд. Хост его начнёт, собственно говоря. Победитель будет биться с Элейзером уже точно. А победитель Элейзера, победитель этой пары с Ютермалом. И дальше там по другой части сетки идут Снуц, Рейнером бьётся. Ламба ждёт и Тру ждёт уже их там сплошное ЗВЗ вообще в одно... Это в лузерах. Шоу-тайм Мейджер убил... А, Мейджер Ютермала 2-0-2. Нафига Мейджер разбушевался. Шоу-тайм Мейджер, финал Венеров. Финал лузеров непонятно, но... Я надеюсь, что Тру не пройдёт, блин, туда. Почему? Потому что уже это, ну... А, ну хотя, чё, какая разница, Тру уже получил квоту на близко, он стопроцентный, и его уже оттуда никуда не выкинешь. Так, а, кстати, Рамзамзам, есть чё-то крупного ждёшь? Завтра приходи смотреть про Лигу в 12.00. У штанта и ставки, и всё там, причём повышенно можно запиливать обычно на таких крупных соревнованиях. Марин Лорд что-то плачет, жалуется на адептов. Ну и пошёл Мексус. Завтра приходи смотреть про Лигу в 12.01. Ну все, абсолютно стандартный Гейдгас Никсус, Кивернетчика У Марин Лорда Что у Марин Лорда Через... Погодите, Рипера Не было? Нет, Рипера Не было? Через Марик, АЦС, Реактор, Факта Стандарт достаточно билд И посмотрите К, посмотрите, К И вдруг это тут Проксис Таргиты, кажись, ставят Или что же это будет? Да, Проксис Таргит, зачем так? Можно так было поставить Мне кажется, меньше бы видно было Если здесь разведка шла, но это не особо важно Как стоит Но вряд ли Малин Лорд увидит здесь что-либо А дептиком дрога вперед бежит Здесь три Марика Вот если бы он пришел к одному Марику Он мог бы его обрезать Отрезать Уничтожить Но так как Мариков уже три Уже тут ничего не получится сделать Да, и Оракул заказан Вполне возможно, что это будет не один Оракул А даже несколько Оракул Заходят друга И прямо на минку попадает Хитрая минка от Марин Лорда Может он специально депошечку не закрывал Я не знаю Вполне возможно, но А может быть и не специально Так, Оракул первый готов Сейчас будет полететь вперед Может действительно с двумя надо было Другу ворваться То есть направление движения здесь таково, что Так, таково, что можно отдаться Просто прилететь Минка куда-то вкопалась Где там минка вкопалась? Блин, Марин Лорд как-то То ли Дрога тормозит То ли Марин Лорд гениальная Просто Как-то минки закапывает Я вообще не понимаю Они вдалеке где-то И Дрога прямо Адептом сюда пришел И сейчас Оракулом сюда прилететь Они где-то вообще Не знаю Очень далеко Закопаны В нестандартных позициях И Дрога просто летит И отдается Вот что самое интересное Так, у верчаж будет Или адепт придут Адепт придут У верчажа не будет Еще три адепта варкаться Так, а адептами Дрога вперед Что понимает Марин Лорд, наверное Вероятность врыва Здесь есть Оракулы адептами Так, а Дрога что-то не спешит Идти вперед Дрога ставит Нексус 3 Ну вот адептов Так развести Очень-очень просто Можно на самом деле Да, у Марика Дрога подрезал Здесь до варк Трех адептиков Тоже идет Ну тут Пишет Марин Лорд Еще один Марик Минус от них Руки как Блин Отлетают Как будто Они отдельно Приделаны Ну что, Оракулы улетают Чей Оракул не улетает Он энергию копит Он улетает Вообще ничего пока не делает Здесь минка Прямо в центре Минеральной линии Опопана Здесь Дрога Сейчас можешь залететь Отдать Оракулу Здесь еще циклон есть Ревелэйшн пошел Уходить надо А циклону Куда же ты Дрога Так криво-то уходишь Ушел все-таки Вокруг камня Из Вижена Вышел И Ничего Ну не смог Циклону Оракулу забрать Здесь Войной Дрог уже Куда-то Марин Лорд Прямо под адептов Дрогается Сейчас у него Еще больше Что-ли От адептов Пригорит Так Фениксом Находят Дрога Наконец-то Куда ты полетел-то Вот он Ё-моё А в это время Либератор Принимает Цель Приоритет цели Медивак На ноль Сейчас Стала Здесь Либератор Вылочит Всю добычу Так Ресурс Для более детального Изучения Старкрафта Я вот даже Не знаю Есть такие ресурсы Наверное Никогда Но Рекомендую Всегда Просто Смотреть стримы И ФП стримы И турниров Стримы И естественно Играть Старкрафт Анализировать Реплеи Просто свои Стараться И Косту Реплеи Смотреть Вот Но Ехали Вообще Не знаю Есть что-нибудь Такое Может кто знает Я сомневаюсь Что сейчас Что-то вообще Есть Хотя Всегда Такие Были Сайты Многие Просто У нас Вконтакте Там От команды Рек Там Или еще От какой По-моему От Рек Там Выкладывают Всякие Видео Там Какое-то Я забыл Как зовут Нашего Товарища Который Всякие Рассказывает Настройки Такие темы У него Еще На ютубе Ведет Есть Разборы Делает Тоже Забыл То есть Надо Такие Каналы Смотреть Какие-то Может быть Я не знаю Тоже Потому что Если ты Вообще Сам Грубо говоря Нулевый То Такое Будет Будет Очень Полезно Так Плюс Три Гейта Еще У Дрога Здесь Три На Мэне Еще Что Это Еще Три Строица Девять Будет Очень Скоро Гейтов Здесь Что-то Красное Исчезло По-моему Мне Показалось Показалось Ну что Марин Лорд Пытается Дрога Здесь Прогнать Минки Поднимает Дрога Но Либератор Неплохо Дэмэджит Либератора Надо Отогнать Короче Отогнал Либератора Хорошо Очень Марин Лорд Как он Фокусит Конечно Дрога Прогнал Но У него Марин Лорда Три Базы У Дрога Тоже Три Продакшн Из пяти Бараков Здесь Идет Марики Пока Без щитов А почему Забыл Марин Лорд Про щиты А Дрога У арпит Адептов Будет Семи гейтов На лон Пока что Я не знаю Имеет ли он Смысл Вообще Лимита Меньше Чем Марин Лорд Дрога Пытается Сверху Обойти Сейчас Адептами Заходит Но Не врывается Соответственно В тыл Марин Лорда Умудрился Дрога Пройти Посмотрите До вар Семи сталкеров Уйдет А Марин Лорд Пока реагировал Дрога Уже начинает Его разваливать Какой-то провал Полный У Марин Лорда Произошел Минки Право Сбоку Сейчас Жахнут По адептам Больно Но Все равно Дрога По моему Уинита Вполне Достаточно Чтоб убить А Минка Собирается Стрельнуть Что-то долго Она соображала Прежде чем Стрельнуть И просто Несмотря На Вроде Как Поначалу Успешную Атаку Дрога В итоге Кто умудряется Отдаться А Сталкеры Без Блинка До сих Мой А где Блинк Вообще И Мортл Сбоку Зашел И Мортл По мародерам Больно Навалил На самом деле Дэмэджи Сейчас Марин Лорд Пытается Свалить Подрезает Много-много Юнитов 96 84 Через Минку Пролетает Нужно Аккуратнее Быть Блинк Сейчас Уже Готов У Дрога Все Уже Можно Не на Призму Контролить А с Блинком Законтроливать Товар Почу 9 Адэфов Пойдет Дрогу Нужно Подвести Кэши Юнитов Его Пытается Фокусить Сталкерами Медиваки Здесь Адэф Пытаются Ворваться Криво Вырывать 96 92 Марин Лорда Уже В два раза Больше По боевому Лимиту Посмотрите Пользователь Романовский Активировал Премиум На ваш Канал И Дрога Делает Телепор Домой Мазерпор Падает Как же Провал Как все Хорошо Здесь Начиналось Но Как Потом Дрога Все Вообще Потерял Все Провалил А Все Потому Что Здесь Попал На Минки Минок Очень Много Было И Ксм Вывел Все Печаль Беда В итоге Спасибо Романовский Тебе Спасибо Всем Ребят За Поддержку За Внимание Короче Здесь Что-то Бегает А вот Отдался Адеп Все Отлично Ну И Что Дрога На 30 Робов Больше Так На 30 Боевого Меньше В итоге Две Минки Подрезал Либератора Надемеджил Да Варф Нужен Адептор Просто Гигантский Марин Лорд Идет Вперед Абсервер Сбит Теперь Минке Нечем Просто Фокусить На Третьей Некс Ну И Все В Либератора Френч Нельзя Ни В Ком Случа Попадать На Эчбеда Так Довар По Адепту Дрога Решил Сделать Сюда На Третью А Нужно Ли Ему Так Делать Бого Но Он Решил Что Лучше Экономику Продолжать Марин Лорду Выбивать Ну Да Часть Эконом А Ну Он Ушел Рабочим Ничего Не Выбил Дрога Здесь И Дальше Успех Не Развивает Только Сейчас Адепту Заходит Второй Базик Телепортируется Дрога На Стимпайке Малин Лор Пытается Отбиваться Дрога Фокусит Там Мариков Целенаправленно Хорошо Мариков От Фокус Рабочих Пару Забрил По Лимиту В Плюс Вышел Вроде Как Держится Нексус Здесь Упал Либераторов Минус Ну Две Штучки Двенос 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 Вот Нексус Третий Где У Дрога Есть Марин Лорда Нету Кстати Добычи Никакой Зашли Дарки Сейчас Неплохо Нужно Ли отдавать Призму Ответ Отрицательный Призму Нельзя Отдавать Надо Сваливать Отсюда Дрога Сваливай Ты Отсюда Дарки Дропаются Дарки Сливаются Прям В замесе Вархонов Либератор Что-то больно Здесь стреляет Но у Дрога Есть Иморт Ладеп Двенос На Семь Ищетыре Чудом Дрога Назад Переворачивает Эту игру Очень напряженная Битва Идет Марин Лорд Чуть не В ответной Атаке Не проблил Дрога Но Дрога Выдержал В итоге Он жив И Даже прессует Марин Лорда Минок больше нет Смотрите Без минок Вообще Тут не очень Марин Лорд Еще Призму Фокусил Был бы Молодцом Прям Призма Под Таким Количеством Марик Чуть меньше Там было Раскладывается Причем У них Есть Игрейды Даже 1-1 Призму Моментально Можно было Запокусить Пытается Кайсить Марин Лорд Кайсит Как демон Архон Пытается Забрать Архона Архон Тут в ответ Пару Медиваков Забивает Вместе Со Сталкерами Так И Дрога Смещается Третью Сышку Решил Для Надежности Забрать И Заберет Ее Конечно Но Это Катастрофа Для Тиранов Тут Уже ГГ Скорее Всего Так Разворачивается Марин Лорд Опять Отступает Довар Опять Пошел Призму Так И не Фокусит Он Хорошие Под Блинки А Дрога Четко Надевал Сейчас Прям Как Нинзак Под Блинкмукса Подрезал А Сталкеры Они Такие Между прочим У меня На Картинке В Батленете Сталкер Там Нинзачок Такой Призма Четко Летает Прям Здесь Надо Назад Увести Прям Прям В Бежухи Заметь Почему Дрога Не пользуется Постоянно Жалуется Тоже На Баланс Хоть Иллюзии Адептами Посылают Где Баланс Иллюзии Послал Сразу Тоже Эффективнее 1.0 Дрога Неплохо Вторая Нужна Нам Каточка Дрога Ну что Ждем Паки В игре Дрога Тоже Чуть Не В Игре А Вот И Дрога В Игре Вот Я Через Паки Могу Прыгнуть Он У меня В Друзьях Есть Отлично Захожу Сюда Захожу Захожу Он 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 Много Он Эх Захacious Он Тоже Он 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 Продолжение следует... 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 Спасибо, токен. Да, подписывайтесь на премиум. И не забывайте поддерживать меня и мой канал, естественно. За это всем громадное спасибо. Спасибо. Подлокотник, да. Я чувствую, блин, ту подручнику, эту подлокотник, конечно. А вот все, поднялся гудгейм. Отлично, ребята, возвращайтесь все сюда. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Ну, остается... А, ну как? Раз, два, три, четыре еще тура. Четыре, е-мое! Сколько они так черкать по полгода карты будут? И дрога кресла будут чинить? Мы до завтра так не достримим. Я уж задолбался, ребята. Честно, я сегодня вообще не планировал столько. Я даже близко к этому не планировал. Стримить? Ну, приходится. Гул ладер не пасибо, никаких ладер. Чего, сейчас нужно ждать. Дрога против лейзера. ПВЗ крутой сейчас будет. Сейчас, ребят, закапываюсь. И вернусь к лампу. Продолжение следует. Продолжение следует... Так, ну что, поставлю, в общем-то я вам... Короче, ждем начала, похожу глаза, поразминаю в руках. Фу! Так, пока здесь все сделают, пока туда-сюда подчеркают карты, они, короче, пройдут... Сейчас стал эхо, хорошо слышусь, стал я. Вот, ну ладно, да, здесь надо мебели, чтобы побольше было. Сейчас, ребят, я вернусь, подождите. Субтитры сделал DimaTorzok Пользователь Ронни активировал премиум на ваш канал. Так, ребят, все, я здесь. Ни хрена себе там Рейнер малой. Смотрите просто, что творит чертяга. Рейнер развалил всех в ЗВЗ, валит, снуд, ламба, всех убил. Тру дальше будет. Ну, посмотрим, насколько тру-тру, сможет ли Рейнер его завалить или нет. Спасибо, Тиронни, еще раз. Спасибо. Фигасит с премиумом уже сегодня. Сколько это? 17 человек сегодня. Ну, а сейчас другой лейзер с Ютермалом дальше будет. Короче, в общем-то у нас такая схема будет. Продолжение следует... Вот так вот. Ну что, Рейнер скоро будет играть, пока Дрога чинит крест. Они же, может, к Рейнеру зайти с Тру. Все-таки там ЗВЗ может лучше Дрога даже подождать, ребят. Я не знаю, в общем, ждем. Начало мы... Токен поддержал ваш канал на сумму 101 рубль. Маленький вклад в большой респектовый диван. Спасибо за отличный стримы. Спасибо тебе, Токен. Маленький, но тем не менее важный. Как-то так уже в десятки подходим. Уже почти пол дивана, блин. Если за двадцах убрать. Так, заходим к Дрогу и Лейзеру. А вот они начинают. Отлично. Не будем ЗВЗ смотреть. Спасибо всем большое за поддержку, ребят, еще раз. В общем, Дрога и Лейзер. ПВЗ дальше против Ютермала. Ну, топ Европы здесь, в общем-то, остается уже. Это очевидно вполне. Смут вылетел. Марион Лорд вылетел. Блай тоже недавно вылетел от Лейзера. Как, он давно уже вылетел? Но в той же части сетки, что и Дрога с Марион Лордом, что и Марион Лорд. Вот. Обыграл Протсов, проиграл ЗВЗ, кстати. Что-то углая, ЗВЗ пищали с Протсами углая. Смотрю, сейчас вообще неплохо все стало относительно. Вот. По верхней части сетки шелл тайм мейджер в финале Венеров. Квалифицируется, так понимаю, только один игрок вообще здесь. Ну, а завтра будет финал Венеров, финал Лузеров и общий финал отыгран в 17.00. Так же начало будет. Мы постримим завтра в Проливу, соответственно. Поиграю я, наверное, чуточек ФП. Если там ничего не будет, кстати, может быть завтра СГЛ какой-нибудь, там будет еще что-нибудь. Ну и ворвусь туда. А, Африка Старлига в час. Не, не будет СГЛ-ов никаких вроде никаких там. Ну ладно, с этим и разберемся. Если мы моментом там что-то как... Африка Старлига в час. Африка Старлига в час. Мебельным... Триаток поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Ну вот тебе еще плюшечку небольшую. Начок. Спасибо, знаток тебе. Был мебельным 800 тысяч за диван из кожи бизона. Бизону жалко. Не надо мне за 800. Диван. А прикиньте, кто не хотел задонатить мне 800 тысяч, но только на диван. Все, я прогорел. Нет, мне не жалко нахрен эти кожи бизона. Ладно, там из свинюхи, там все свиньи едят. Не из бизона уже. Достаточно, я говорил уже, респектовый. Это в пределах разумного. То есть по параметру цена-качество эффективно. Потому что если с перебором, то это уже совсем нереспектовый. Спасибо, знаток. Спасибо всем за поддержку еще раз. Очень приятно, ребят. Пилон на мейне пошел второго друга. Соплай-блок он словил просто какой-то... А, нет, погодите. Нет соплай-блока, еще я умру. Нет, его не будет вообще. Чего-то его ночью вовремя достроился сейчас. Убил стандартный гейтгаз, не ксус, кибернетщика был. Здесь у нас хата стандартная, 17-ая. Третья не самая ранее, не до готовности пулы. Не три хаты пул бил, самый халявный. Но вот заказывают третью леза. Тоже еще королева даже первая не появилась. Уже третья ставится. То есть это достаточно ранняя, получается, третья. Королев пока не достраивает. Да нет, вот у второй королева пошла. Здесь одна ходька. Здесь криптумер, видимо, будет поставлен. И потом она вот сюда пойдет. Хватит к этой. Что за пролига за плей-офф года? Какая же еще, может, пролига? То же самое, что и сегодня. Второй матч All-Kill System. СК Telecom против КТ команды, ребят. Так называемый сильвер-матч. Первый матч это бронз-матч. То есть кто-четвертая, третья займет и будет за второе бороться. А это за выход в финал. В финале Джанейр ждут, соответственно, уже финал Бу-1, между прочим. То есть это Бу-3 матча. Не знаю, почему финал. Но финал они одним мероприятием гигантском, там на стадионе делают. Вот, как-то так. Всех жалко. Но корову, корову, как бы они разводят. Разводятся и с ними, по крайней мере, от этого никуда не деться. Никак не потябили зоны тоже, скорее всего, в основном условиях уже неприродных, как бы. Потому что, например, у зубров уже, насколько я считал, не осталось реальных помесей, там, с бизонами. У зубров в основном. Траста первым КТ выпустили. Ну, Траст, что сегодня? Развалил импакт вообще в клан. Проверочный Траст. А кто там у них есть-то вообще? У них есть Зест, Статс. У них есть Ивай. Ну, а третий, какая разница? Третьего нету такого уровня, получается, да? Есть Лассира, есть Линок, есть Траст, есть кого-то, кого я мог забыть. Ну что, адептиками пытаются друга разводить. Здесь вижу Дарк варкаться. Где они? Они издалека прям идут. Третья база. Так, здесь что-то пробок сорвал. Мисклик свой косячный. Не люблю, когда Дарков делают прям с мейном. Где-нибудь-то надо ставить пилон. Хотя, вот, с грамотными игроками, на самом деле, пилон, ну, как бы, и не поставить-то особо негде. Приходит Дарк, начинает бомбить хату. Здесь рабочих начинает резать просто жестко. Второй пошел на вторую базу. Нарезал уже шесть дронов Дарк. Здесь еще один режет. Ну, здесь портка была. Все в порядке. Нужно уходить, короче говоря. Дрога сейчас. Девять дронов в общей сложности на Дарка разменял. И на десять рабочих он впереди. Ситуация, считаю, хорошая. Но если контрпуш сейчас пойдет, может, вольно быть. Так. Ты не спрашивай, кому нужна ссылка. Ваня начал стримить. Пишешь и кидаешь ссылку в чат. И все. Кому надо, канал сохранить. Может быть, не сейчас, а в другое время посмотрят. Юр. Так что, вот так вот. Так. Нужно здесь бапилонов еще один, наверное, стримончик поставить, чтобы попроще было справляться с всякими харассами. Дарк уходит спокойно. Линги пытаются, Элезер тут пытается зажать. Сжимает гаденыш. Смотрите, четко, как контролит. А все просто. На крипе выходите вперед юнита. И начинаете бегать перед ним. Он начинает тупить, как бы его препятствию поджимаешь. Оверт его это время нагоняет, хоть он и медленнее летает. Вот так Элезер-то сейчас и сделал. Это ошибка друга. Не надо было сюда, Даркому, вот идти. Максимум, что нужно было делать, вот здесь где-нибудь сторончик поставить. Или прямо здесь вдруг дрон бы с Элезера ошибся и дрона повел без прикрытия бы ставить. Тут бы Дарк-Тей его бы и почикал бы. Так, Линги на третью пробегают. Эту дробу здесь не учат и готов. Но хороший фил блокирует выпад Лингов. В итоге пару пробок убил, если вообще не одну. И потерял всех Лингов у нас. Элезер. У друга есть чарж сейчас будет готов. У друга так, блинка нет. Короче, скорость-таки адептам переход в чашу. Туязвимые билды против шпиля очень будет мутальцев. Ну, как-то так. Ну, возможно, такого бизона и растили. Но бизон должен жить в поле. И быть там царем, королем. Просто ходить, как бы... Да ладно, любые звери, в принципе, когда-то и домашние были. А домашние, но все-таки это немножечко другая история. Не придумали пока материала такого, может, который практичный. Но я думаю, что в 21 веке нужно уже отказываться от такого. Так, минус Линга. Так, минус Линга. Четвертый у Дрога ставит нестандартный на 12. А вниз пошел ближе к 6 часам оппонента в базе. Четвертый. Так, здесь плетка. Да, адепты бомбят как очень жестко. Тут они бомбят, я вам скажу. Ну, надо уходить что-то тут. Пару еще Лингов забрал Дрога. Ну что, Никсу ставит сейчас. Плюс шпатонки пошли, плюс гиты. Нет, Линг бегает без скрипа 6,58. Скорость иллюзии адептов, я уверен, что не 6,58, а гораздо меньше. Ну, я не знаю, может, кто-нибудь скажет, какая там скорость. Я думаю, она около пятерки, где-то около скорости муталиска, я не знаю. Примерно. Адептами Дрога пытается их разводить. Ну, пару дронов отфокусил. В итоге Лейзер принимает их. Будет ли пушить Лейзер, вопрос. У него второй когольц, реводжеры Роучи, а нет, реводжеры Линги Бейлинги. Просто вот такой вот микс. Ну, и у Дрога, кстати, микс не очень сильный будет, потому что есть у Лейзера, разве что у Архунов масса, если это сильнее. Так, заходит Бен, и зелков надо сваливать зелками просто отсюда. И Мортлов маловато в миксе, Фатонки нужны, еще Шторма нет. Вот, на самом деле, здесь и Сталкеров кусочек не помешал бы, нет, ну, штучек там 10. Так, заходит Бена. Ну, Архуны их танковали сейчас, но Архуны дэмиджные очень. Идет Лейзер вперед. Дрога уже в кучу все собрал. Какая-то кучу-то раньше времени собираешь, так. Архунов-то сплитани, зелков-то сплитани. Кто же так к тебе? Кто так бьется там Беллингов? Миллиард новых построил Элезер. Вот они заходят. Фаербулы пошли по зелкам. Беллинги неплохо ворвались. Дрога пытаются сплиться. Какой же замес идет, блин. Как, насколько быстрая битва. Вот такие миксы. Каузерга, Роуча, Реводжера, Линга, Беллинги, да? Просто куб вкатился, сбрил Протса, либо сам развалился. Дрога еле-еле, но выдержал прессинг этот. У него вторая атака доделалась уже. А здесь, между прочим, Реводжеры без грейдов. Но их задача основная фаербулами сбивать филды. Да, да по юнитам Протса желательно попадать. Но не особо-то Элезер там попадал по юнитам. Больше для филдов сбивания использовал. Вот опять Дрога сплит нулевый. Ну сплитонит ты, уведи ты. Не, в кучу все отводит. Ну неужели... Так. 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 Пробревает здесь Дрога, пытается хаску забрить. Короче, Элезер завис на своем пуше, а Дрога уже и лимита больше. Стационарная оборона не мешала, это ему тоже подварпит. Зилков он, конечно, варпит. Самое интересное, что так, погодите, из кого из Пештурмюков Дрога сливает, Архонов в основном. Я что-то и не заметил, чтобы этого момента Беллингов не сгадалось. Как Архонов Дрога не любит прям сплитить, как-то вот Зилков бы отвел. Все видно в контроле, кстати. Вот контрола у Дрога. А, вот, ну пожалуйста, все в одном контроле. Конечно, тогда у Элезера Беллинги отдельно, а других юнитов контрола здесь. А у Дрога просто вот, все, ну вот оно. Конечно, надо хоть как-то, я не знаю. Пацаться, сплетануть. 171, 164, Дрога решил, что все, пора идти вперед. У него 5 Имморталов, Архонов 8 штук здесь. Зилков вообще надо, пока Беллинги все не ворвали, где-то сзади держать. И сплетануться немножечко, Дрога, сплетанить. Ты что, что творишь? Может быть, Мазерхором поставить Зиленку? Вот, пожалуйста, все Архоны Беллингами были слиты. Сейчас одни Имморталы без прикрытия, а нет, один Архон выжил. Плюс Зилки. Показалось мне, что вообще все слит. Но все-таки не хватает Элезеру немного. Экономика у Дрога такая же, как у Зерга. Вот вам и результат. Сливает Дрога хату. Зилки прибежали. Ну-ка, назад-назад, ребята, сваливаем. Здесь Линги Беллинги на хвосте. Сзади Реведжера прессуют. Три атаки есть. Против такого стиля обязательно грейды на Армон. Нужны просто для чего? Для того, чтобы Бейны не так эффективны были. Поля нужны и т.д. Фаерболит, опять же, Элезер. Пытается Нексус подрить. Не хватило дэмэджа. Дрога понял его задумку. Крип уже прям рядом. Нужен овер. Ой, не овер. Нужен овсервер, конечно. Нужен грейд на поля. Вот абсолютно верно. Для этих пацанов в первую очередь. Но когда идет замес с Бейнами, Лингами, нужно так ставить их, чтобы они желательно минимум сплэша получались. Просто не в кучу, а по отдельности Архончиков ставить. Есть забегание. Идет вот сюда на три часа Зелками базу. Опять вкатываются Бейны. Опять боль на Нексусу может встать. Ну какие филды от Дрога. Прикольные, смотрите. Просто масс бейлингов Лейзер слил никуда. Зелки в это время с тремя-то атаками. Они вообще моментально все здесь минусуют вообще. Так, Войщик, привет всем на Твиче, ребят, на Гудгейме. Ну, поговорил я просто с мексиканцами. Сказал, хочу стримить ваш турнир. Все дела. Вот. Ну они мне сказали стримить, конечно. И добавили меня туда. Я ничего не делал. Ну и слава богу, что так. И Лейзер ГГ пишет. Вы видите, Дрога его минусует. Место мы хорошее такое значительное посмотрели. Ну и хорошо, что так. Побольше людей узнает. Ну, в основном, наверное, все, кто смотрит мой стрим, они и так как бы знают, да, что я стримлю и когда. Но пусть будут или другие люди будут узнавать. А для Старкрафта это всегда полезно, как вы понимаете. Смотреть. Очень не смотреть, а больше. Чтобы место для рекламы было. Все, хост есть, захожу. Ну что, и Лейзер готов. Здесь уже масса кастера. Спасибо. Лейзер готов. Так, про скорость от... Движения иллюзий адептов инфы нету. Ну, я думаю, как бы она, да. Мы уже как-то обсуждали этот момент. Я думаю, что она примерно пятерочка где-то. А Линги значительно быстрее бегают. Дрога 1-0. Борю, Дрога-то что-то хорошо идет тут, смотрю. Если победит, будет у Термала биться. Ну, и Термала еще надо будет одолеть. Это тоже очень не просто. Как аналог корсаров дарков в первом Старкрафте. Ну-ка, проблема в том, что Феникса не корсары. Сплэша у них нету. Но иногда что-то подобное наблюдается, блин. Но на самом деле пока такого прямо вот как там я не видел, чтобы применялось. Ну, может быть, в будущем что-то и продумано. Тем более, очень скоро выйдет новый патч глобальный. Об этом, я думаю, все уже вы практически знаете после Близкона, который изменит абсолютно полностью игру. То есть, фактически, это будет новая часть. Ну, как Вол, Ходс и Водф. Ну, юнитов новых не будет, но все остальные, ну, все там изменятся. Хотя, может быть, так глобально, как анонсировали, не будут они делать. Ну, там появятся новые стратегии. Дарки с Блинком будут как раз таки. А дарки с Блинком, там они и без Фениксов смогут, мне кажется, очень жестко делать. Вот, ну, посмотрим. Так, ну что, и Лейзер тут через золото играет. Карта у нас, Галактический процесс, 17-я хата. Была стандартная, Газпул был стандартный. Ну, заказан. Королева готова и золото, и Лейзер ставит. Ну, не стандартное свое. То есть, здесь еще катку между этими базами в перспективе. Можно будет пилить застройку у друга, почему-то не на рампе около Нексуса. Ну, а в этой застройке есть какой плюс вот такой вот около Нексуса? Если пробиваются эти камни и будут идти в рыве отсюда, то эта застройка поможет, в отличие вот от этой застройки. Но в этой застройке плюс, что здесь вот можно в данный момент, в начале просто забегая, не хочу вот отсюда забежать. Здесь-то нету стенки. Как рипер, скорость. Мне кажется, что чутовчик побыстрее, чем рипера. Скорость имеет, что она рипера догоняет, мне казалось. Хотя, может, она очень медленно это делает. Все, перевел лейзер на золото рабов. 8 штук, это немало. Естественно, по добыче сейчас вперед вырывается. Дрога наставил. Да, вот, посмотрите, какая-то застройка. Еще идет, что это за смешная застройка. Из пилона каких-то наставил тут дрога. А что он улынить собирается? Не понимаете? Здесь газ-то нормально он добывать не сможет вот из-за этих двух пилонов, скорее всего. Так, адептам скорость почти готова, роба почти готова. Да, бет еще, кажется, за шабелку у меня. Темнее, что Буфениксов, может быть. Я вот не помню, что в бете Уула, а бета у меня еще была закрытой бетой. Как бы даже, можно сказать, еще с такой самой первой, как бы, у всех. Я чуть не помню, чтобы у Буфениксов был флэш. Хотя, врать не буду. Да нет, флэша не было. Я помню, что фениксы, они были вообще мертвым юнитом, потом их изменили. Сейчас они могут лететь и стрелять в разные стороны. А было, что они просто, чтобы стрелять, они каждый раз останавливаются. Это должно быть всем без полезного в плане контроля, бы Масмут унижался просто. Это по поводу компании, это не ко мне вопрос. Но, а почему Близзам не выпускать, если за новую 9 соток просто, хоп, и ничего, да, как бы, рубят с 10 миссий. Будут, я думаю, может, еще какую-то, даже и часть выпустят. Я не знаю, что это, зовите, конечно. Приходит Дрога, Дрога, здесь Линги врывается. Адепты криво зашли сейчас, реально, Дрога, ну, зря так ворвался. Он потерял только адептов, особо ничего не убьет. Дома Робов потерял. В итоге Лейзер собирается прессовать ровущей Реваджера Линги. Тут будет прессинг. Дрог заходит адептами. Он, по-моему, сейчас двумя дэмэдж больше, чем всеми нанесет на этой бать, потому что и Лейзер, смотрите, как Робов не притрел. Как, молодец, Дрога, четко фокусит сейчас. Адепты пытались уйти, не ушли. Ну, Боевого 44 на 20, Лейзера значительно больше. Два Роба у Дрога. Да, два Эммортала заказаны, блин, но пока они построятся, это же жесть. Это 8 плюс лимита у Дрога здесь, Боевого, в продакшене сейчас. То есть, если Лейзер выбивает, Дрога лишается серьезного вообще поддержки Эммортала. Ну, Дрога собирается их прикрывать. Ну, даже два Айма могут не спасти, у нас еще Боевый, даже многовато. Я прям не высказал. Спускается пару зелков, спускается еще Адепт, надо сплетануться от Фаербола. Дрога, что-то войк, кто принял в наглую прямо сейчас. Неужели так надо прямо в наглую было драться? Плюс еще Адепты шли 97-81 по лимиту в арт. Здесь идет Призма, собирается, Призма и Дрога собираются подконтролить. Смотрите, по лимиту уже всего на 10 остается. Идет вперед, почему бы не под... Так, Адептами Роучи вот так вот контролить, прохладная совсем история. Им вообще, эти Адепты как спинку чешут просто своим дэмэджем, они не имеют бонуса по тяжелым, они по тяжелым еще очень слабо бьют. 10 против 22 по легким. Ну и надо вот это прогонять, что это за компания, что это за оверы прилетели. Почему они здесь гадят вообще на территории Дрога? Как он это терпит? Призма летит вперед, здесь Беллинг Месс пошел в Эволюшн. Ну, ну, Беллингом Роучи Линги Беллинги стандартные. Бил, тут Труб Эвейзер еще заказал. Так, ну что, Адептики залетают. Адептики залетают. Так, что-то зафлудился паренек, да. Пошел у него просто, потекло что-то. Много флуда. Ну что, у Дрога уже имморталов 6 штук, между прочим. Вот седьмой вышел. Иммов реально много, да, микс сильный. Но нужны, нужно бы, наверное, архончиков, да не, наверное, точно нужно что-то миксануть вот сюда вот. Так, Линги на третью забегают. Вот почему я рекомендую. Одну фотонку все-таки строить. Здесь одна фотонка, это на все времена в минеральной линии, на самом деле, помогает. Так, еще-то сталкер заблудился. Блинка нету. Идет Дрога вперед. Есть филды, да, есть несколько филдов. Подрезает криптумру. Здесь призма одновременно разводить на Мэллите. Это у Дрога гигантский соплооблок. Сейчас просто, смотрите, на 141. И ни одного пилона не строится. Дрога, что ты творишь вообще? Прилетел призмой. Сейчас бы варпануть бы просто со всех гейтов, да, на все ресурсы, да? Да нету ресурсов. Ой, точнее, да нету пилонов просто. Ну что, Дрога там ставят пилонов? Не, не ставят. Он просто отдал часть юнитов, и в итоге у него просто лимит высвободился. Вот он и пытается за счет этого здесь. Сейчас это, короче говоря, похоже, что минус Дрога. Почему? Потому что здесь архонов нету. Хотя нет, может, вот здесь многовато. Да, Дрога там несколько юнитов пробрил. Да, несколько реводжеров пробрил. Да, парабам близко. И по лимиту он. Хотя они еще не вечером. Вот два строятся, точнее, робо-бей строятся, и можно пару дестабилизаторов будет сейчас заказать. В центре движуха идут Адепты, Дрога что-то здесь забыли. Он пытается уступить двух. Там несколько слил, два всего лишь ушли. Призма летает все еще в попытке нахарасить. Плюс бейлингов много. Ну, и лейзера строятся. На мейне, линге и несколько робочей ждут. Харас не пройдет. И почему Дрога так? Ну, колоссы это интересно с таким просто против чистой земли. Да, колоссы интересно. У Дрога три робоши, а где третий? Где-то третий робо у Дрога. А, вон, на мейне. Ну, рейндж колосса надо заказать. Рейндж Дрога не заказывает. Без рейнджа колосса это прохладная история, конечно, тоже. Так, филды пошли. Филдов много достаточно. Отходит иммортал оверчаржи, выставляя Дрога. Ну, лейзер не может до конца дожать его, собственно. И мне кажется, что из колосса-то выйдут сейчас три штучки для Дрога. Может и переворотчик выступить. Особенно, если он не забудет в перспективе рейндж заказать. Пешководцы, они, да, они со сплэшем, они неплохо. И так, как бы, в армии смотреться будет. Но без рейнджа они, на самом деле, они слабоваты, мясо говоря. Так, пытался Дрога королеву запокусить. Не получилось в это время. На мейне рабочих бомбит. 126-144. Опять мясная игра, еще та. И после трех колоссов дестабилизаторы пошли. Ну, нужны филды, нужно что-то, что будет помогать отбиваться Дрога. Так, давай, здесь адепт идет один, что-то домой. А, один на ксилнагу Дрога уводит одного. По риверам скучаешь. Ну, по риверам много кто скучает. Ну, риверов не будет. Ну, вот караптер плюс. Нет, просто один караптер. А, нет, караптеры мутались. Два юнита воздушных. Нет, погодите, свитч мутку, что ли? Куда-то Дрога без мазеркора побежал. Здесь забегание лингов по всем фронтам идет. Тут, погодите, сколько мутались. Пять уже есть, плюс один караптер. Пришел Дрога, у него три центри все же здесь есть вообще. И один сталкер. Причем эти центри с гвардианом и со сталкером еще и прогонят все. Рейндж еще не готов пока у Дрога. Пошел замес, нужно стрелять дестабилизаторами. Залп пошел, хороший залп. Нет, не очень хороший залп. Не слишком-то много здесь Дрога убил. А где второй был? Уже два дестабилизатора. Второй не знаю где. Колоссы без рейнджа вплотную идут биться. Сталкеры минус, мейн минус. Короче говоря, 1-1, и Лейзер справляется. Идем вторую игру через Лейзера. Пропрыгну я. Тру Рейнера просто уделал 2-0. Вообще моментально. То есть Рейнер шел-шел. Всех европейцев прогрел зергов крутых. Ну не всех, конечно. Рейнера снуто и валят. Это уж корейца. А Тру его быстренько 2-0 отправил. Короче, Тру ждет победителя Дрога и Лейзер. Потом Ютермала с победителем. И вот мы посмотрим тогда Тру против победителя. Если он победит, то завтра будет Шоу-тайм, Мейджер и Онбитс. Если нет, то кто-то другой соответственно. Пока хаста что-то я не вижу. Короче, остается 1 игра в этом. Бо-3, 2, бо-3 впереди на сегодня. Ну так, видимо, до 12-ти почти мы будем стремить. Так, ну Дрога в игре хост уже есть. Почему-то никто... Почему-то никто. И Лейзер почему-то не за... Не заходит. Почему-то не заходит. Ну Дрога испугался свитчевую мутку. Вот и поломился он вперед сразу же. Не было бы свитча, конечно, он не ломился бы, я думаю. Вот. 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 Продолжение следует... 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 чтобы не проспать на работу нужно смотреть на работе стримки там спать у меня там вечережанка есть еще, чтобы не пропустить ребят стрим в 11.40 сегодня начался то есть как бы уже идет одиннадцать с половиной часов стрим, ну до рекорда еще далеко а недавно я новый рекорд установил 16 часов 30 минут стрим бился ну что-то больше не хочется, короче дрога прессую 120 на 90 по лимиту и кажется дрога минуснет все-таки у нас оппоненты его минусует хатов, ну вот я не знаю кого бы лучше, дрога понятно здесь же не отсутствует игру хотя бейлинги ой как больно врываются, но сталкера затанковали вот если вот в эту гущу они ворвались в адептику в см3 они просто изничтожили все хлам просто не знаю я кто лучше против трубу это вам экспертам решать чатики может быть это будет лучше дрога а может быть и все-таки у термал не хочу я чтобы корейский проходил надо хочу верить что все-таки есть уровнем игроки пока которые могут его разобрать вот смотрите как бейлинги до адептов докатились если тогда этот стек см3 адептов качился если б пилдов не было там сразу вся армия центральная погибла осталось бы пожить которые с краев стояли там несколько пару сталкеров и там иммортал да два иммортала да там может пару адептов пара см3 поудохов опять бейлинг заходит опять на хг тут вморшится много бейлингур дрога вообще без фотонки на 2 здесь даже а не проход застроен вроде как или не застроен не понял я и здесь вообще без защиты играет только мазеркорр с оверчажами ну контур урывов нет вот здесь ну хотя здесь фотоночка есть на 2 забегание тут надо делать более крупное было бы учитывая эту фотонку короче друга бьется по потерям вы видите другу все абсолютно ну как бы на 2000 не так уж дико того прям но не дает в общем-то и лезеру забежать товар постоянно идут сомбилки см3 адепта пошел в рюк спеллингов пеллинги врываются сторон но друга поставил пилд и они все-таки докатились в итоге но не так эффективно как если бы не было опять бейлинг вперед 2 адепт вот знаете как бейлинги адепта тут не покажет жесть какая-то просто опять и лейзер катится 64 на минус 5 и лейзер блин тащил тащил чуть еще и не вытащил два два линда строится пытается чудеса контроля демонстрировать доходят другу минеральную линию имморталы живут просто невероятное количество времени посмотрите на их убийство 32 26 6 очень эффективно рабов у меня не пока то есть ни у кого не показывает сколько рабов карта создана не в цс мод пользователь артем кого и активировал премиум на ваш канал доходите были леониды и тем чтобы жесткой не был в себе смотрят на белую линию иммунду линию иммунду линию иммунду линию иммунда линию и сорта кремл quem отходит из премьера и чтобы 50-ладим shrink это так же сэмпликаем в рептонимы и ткатом ковальцем реализирует автемия с зарплатой не привлекательной линии о сэмплике и штук вытеку Продолжение следует... 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 Так, а что дает сава красного мопеха, это у кого она такая есть, я даже не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да не, это шутки, конечно, от ветермала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, да я видел, что дрогу случайно отправил... Так, у кастер... Зомби-игра... Ривкин кастер... Я что-то пропустил, все, прошу прощения... Потом посмотрю еще раз в следующей игре... Это только первая игре... Тру, конечно же, будет победитель играть... Тру, конечно же, будет победитель играть, кто это будет, Ютермал или нет, я не знаю, но Ютермал стабильно сейчас в топ-3 Европы входит, как бы часто проблевает многих... Дрога сегодня что-то хорошее... Пробрил уже очень многих игроков крутых, в том числе... Марин Лорда своего... Француза, в общем, как он... Соотечественника своего... Вот... Который очень неплох, Тиран... То есть, в принципе... Говорит о том, что может Ютермал оправлять... Но все-таки Ютермал, мне кажется, сейчас посильнее, чем Ари Лорд... Постабильнее... Билды очень сильно и четко исполняет... Ну... Я не знаю... Мне почему-то кажется, что Ютермал шансов побольше против Тру, потому что у Дрога... И Лейзер, и вот эти Реводжеры, и Линго Беллинги... Проблем много, в общем-то... Доставили ему... А и Лейзер... Ну... Я бы не сказал, что круто исполнял... Прям там... А вот... А Тру действительно круто все это дело исполняет... Он очень агрессивный Эзер, очень... Тем более, Дрог говорит, что устал... Вот пилон пошел... Риперу бил просто... Только одну... Один пилон в итоге смог поставить... Здесь Дрога... Ютермал спускает 5 КСМ, плюс 2 Марика... Выходит факт, что пилону уже здесь не доделается... Ой, как зажал Ю... Рипер... Не риперочком, конечно, Мариками... КСМками, простите... Адепта прикольно у нас Ютермал... Иллюзию на мейн зачем-то запускает, зачем? Ну, конечно, не будет никто телепортировать сюда... Еще плюс 2 Марика выйдет... Нужно не дать адепту здесь наубивать рабочих... Ну, одну КСМку подрезал и Дрога телепорт... Сделал вместе с полудохлым адептом... Такая честь прям для адепта... Обычно он... Как-то это... Получше... Точнее, не получше... Обычно его просто на мясо пускают... Если не спасти голосовалку... Ну, давайте голосовалку... Разработка завершена... Да, подустал я за сегодня... Мурский Артем... Вот... Честно говоря... Ну, стрим уже идет... Уже 12 часов скоро стрим пойдет... Я вообще не думал, что сегодня столько стримить буду... И не собирался столько стримить... И вообще... Ну, сейчас я закончу... Погуляю... Выдущали... Там подошел... Чтобы спать... Лягут здесь... Чтобы... Чтобы это... Завтра про Лигу начать... Завтра, конечно, не будет... 11 часов... Завтра порядочный по времени он будет... Тоже... Я вам скажу... Вот... Завтра про Лига в 12... А в 5 часов продолжение этой квалификации... Но там все три матча будет... Матч Миниров... Матч Лузеров... И Суперфинал... Думаю, что даже из Венеров, наверное, кто выйдет... У того, какое-нибудь преимущество будет... Какое, я правда не знаю... Так... Отвлекающий Рипер на Мэне... И все сталкеры, блин... Дрога сваливают... Он пробку свою еще отпокусил... Куда ты пробки... Как же ему повезло... Это просто... Я не знаю... Это все равно, что если я не знаю... Пробки убивают Минку так... И врываются Марики на Стиме... Блин... Через 5 секунд только будет готов... Где же твой блин... Дрога... Е-мое... С блинком вообще фламба развалил... Вот он только доделся... Эта печаль полна... Мазеркор вообще летает... Там, где даже пилона ни одного нет... А кто будет у верчажа стоять... Но... Повезло... Очень Дрога... Экономики дэма же нанес... Это жесть... Так вот, как Минку сейчас пробки разминировали... Это все равно, что найти снаряд какой-нибудь... И начать молотком его разбирать... Там, отверткой... Вот... Ну... Тому, кто не шарит, естественно... Понятно, есть... Саперы и вообще... Прошаренные ребята, да? Вот... Ну, это было крайне опасно, конечно... Ну, успел Дрога Минки убить здесь... Ну, правда, свою пробку зачем-то зафокусил... Бывает, что... Поделаешь... Плюс пять сталкеров... Ой... Пять гейтов еще... Плюс пошло восемь сейчас будет... И, возможно, Дрога даже кушать будет... Пока все очень четко делает... Я вижу, что... Вот, когда игра идет... Она-то везде необычно идет... У Дрога она реально идет сейчас... То есть, он... На плюс морали... Он подряд играл... Ютермал в это время... Все это время отдыхал, фактически... То есть, у него не было пары... Не было оппонента... Идет вперед Ютермал... Такие филды... Где Гвардиан Шилд? Ребята, где Дрога? Что же ты творишь-то? Уверчажа два успел выставить... Вот на этот пилон... Не успел выставить, к сожалению... Уверчаж Дрога... 14-15 по лимиту... Боевой лимит крайне близкий сейчас... Так... Ну, прирост очень много Ютермала здесь идет... Дрога пытается побиться сейчас... Блин, контроль пошел... Ну, кажется, Дрога здесь разваливается... Что-то у меня такое ощущение... Ютермал и танк законтролил... Замечательно... Разбирает все в хлам вообще... Сейчас он... Уверчуж이에요... Не спросил任, выз crashesahlen?... Не槍 tapped άн negativesии… assuming он не может вернуться 넋.. Уверчуженenne! Дрога здесь же время полагает дристина... Уверчуженную прайм solves сinking форум... Уверчуженн spike папа наDAB Уверчуженн���ерый дивер Commons... Уверчежененныхbinary... Уверч is은iad! Дрога на соплях здесь держится, пытается что-то сделать, крайне тяжело ему, или имеет здесь боевой фраза в 3 больше, где-то сейчас даун в 3 больше, ровно и букв 14 на 42. Все, что у Дрога юнитов не остается практически, но ресурсов достаточно много, крайне у Дрога, я должен сказать. Ну, что-то на муве ходит, куда-сюда все будет. Да варп адепт, какие адепты здесь сталкеров надо пытаться варпить на блинке, вот этого, этого отрезал, отошел, попытался что-то сделать, но ничего не получается, Дрога разваливается и ждем вторую игру, короче говоря. Блин, и нету того, кто у меня вообще по Real ID добавлен, и не через кого прыгать мне вообще, что за приколы. А, и мил только есть, кстати, вот он тоже у меня здесь. Дожал ее термал Дрога, в общем, и убил. Так, Хости Дрога создал какую-то карту, не знаю какую. Хорошо. Хорошо. Через мило прыгаю. Ну, зилки плохо танкуют, когда либераторы висят, во-первых, во-вторых, им чаш нужен, чаша там не было, там блинг и адепт там атака, то есть все три грейда не сделать так рано, и это факт. Так. 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 и технологий просто строишь как бы здания какие-то здесь же наоборот получается этот билд чересчур сайфовый наверное получают то есть он просто ну ты не имеешь как бы нужное время нужно в стройду, блин кузний, просто часто проблевают сейчас тираны на вооружение взяли, во-первых циклонов они очень любят сейчас ходят во-вторых с танками выходы всякие жесткие делать и в итоге как бы так, ну что-то дрога не подсвечивает, улетает, боится за мазеркор ну выбил две депошки, короче два пилона на две депошки разменял это не очень хороший размен, смысл какой, никакого нету особо и спряк трубил еще, да ладно, то есть он не в продакшн-то не нарушил особо даже и термалов а у него циклоны-то между прочим делаются, да, как сегодня корейцы играли если твайлай делать блин к первым, всякие выходы с танками циклоны вообще принимаются на ура вот, то есть нужно знать, нужно понимать, то есть надо к турнирам такой на ладере или простой игре нет смысла играть но вот на таких как бы отборочных всяких, где нужно показать свой скил, то есть надо, если ты знаешь, что он, например, так и термал играет сыграл просто блинк первый, не роба, стандартная вот Юрюк говорит, что 11 числа что-то там будет ну что-то, а можно и 11 пригнать, почему нет ну посмотрим там, ну а че, если я там буду всю неделю, какая разница, где он в сентябре в итоге не, ну боже, там из Баркрафта как раз постримлю 11-го, или там какого-нибудь, я не знаю ну надо, короче, я говорил, что когда-то я возьму небольшой и хоть авиацию посмотрю, я не знаю то ведь, господи, его не надо, короче, отдохнуть чуть-чуть потому что осенью там вообще ад начнется, октябрь-сентябрь, октябрь-ноябрь, в смысле сентябрь отдохнем, что-то в начале сентября недели хотя, может, в Москве что-то получится заходить я понял тебя, Юрюк это вообще тогда мне плохо будет тогда по-любому надо, да не, я думал, что как раз люди просто спрашивают короче, ребята, ориентировочно так, кто спрашивает, 11-го сентября в Баркрафте как бы, вы сможете меня скорее все увидеть я на сто процентов вам обещать не могу, как бы, искать но, скорее, все так и будет короче, Дрога отстает по лимиту сейчас по-боевому, ну парабам, впереди блин, готов, отблинкивайся же ты, черт побери, блин, готов, что ты делаешь ты вот подблинкнулся вперед, двух циклонов забирает один тут, блин, начинает минусить просто сталкеров бомбить вот еще один приходит, уходит, Дрога сейчас, сейчас иммортал выйдет мазеркорп чуть-то не запилен, ну все, против блинка уже циклонами тут особо-то ничего не сдержит ё-моё, третий факт посмотрите какой, начинают какие-то меха тут просто тираны применять выходит иммортал, ну здесь три нексуса, ребята вот если бы Дрога не был, блин, рачком бы таким и был уверен в своих силах или просто бы не тупил бы, я не знаю в чем даже причина он бы строил бы пробок заранее на третьем нексусе сейчас, когда оборона кончилась, у него бы штучки на четыре больше бы их было, здесь бы все раскачано было и вообще все круто как-то так ну что, шесть циклонов поехало, куда они едут куда-то едут а, Дрога их пытается поймать ё-моё, как больно же они делают эти циклоны какие же они больные, а просто половину сталкеров откусила вообще ну Дрога понял, что здесь масса циклона и Юптерма у них и играет то есть он перенял, что ли, просто искателекому сквозь сегодня зеф-зергами а где прикрыть это циклоном, еще они циклоны-то надо что-то, чтоб прикрывало их тоже циклонов реально много их сколько вот их восемь штук, там два Аморгла, семь сталкеров этого реально мало, Дрога уже свитч каких-то адепт какие адепт тут, я не люблю вот видно, что Дрога, блин, он что-то жалуется ну не надо роботом-то быть ну видно, что тиран нестандартный, а био играет на хрен ты этих вообще адептов какие-то свитчи делаешь все циклонов надо чем-то законтрить он в адепт в случае делает приезжает Ютермал просто Нексус, посмотрите как он забирает какой он красавец, а он просто царит здесь переблинг пошел ближе но циклоны захватывают стокеров и Дрога вообще теряет только больше чем убивает, пытается уйти но переблинг не снимает вот это между прочим каст в итоге третий Нексус минус 83-102 по лимиту в пользу Ютермала комиссионная от бара на заплыв народа ну да, там все мне захотят пивка поставить там в бару плюс, я пива не пью правда ну посмотрим там что к чему может с Илюхой маленечко примем допинга тоже ха-ха-ха-ха ой ладно, не буду забегать вперед 95-113 что-то конечно тут честно говоря у Дрога так-то печально стало здесь уже третий ЦЦ факта уже 4 факторировал просто масса циклона ребята ребят, циклона плохой юнит что-то сегодня прям ну инновейшн с дримом плюс плюс Дрога сейчас еще тут Ютермал объясняет видите какой плохой юнит циклона посмотрите что они просто делают 85 на 122 по лимиту может конечно Дрога здесь конечно затупил ему вообще нафиг не надо было никаких адепт строить ему просто масса вот я уже даже поиграв немного в лотов это понимаю Дрога же не понимаю просто против циклонов контрит масса сталкера вот были бы они а сейчас он бы не смог фукуснуть бы ничего сделать вообще почему они просто мобильные как бы ими можно уклоняться от этой штуки либо близко подбегать догонять их другого варианта просто нету так плюс один у Дрога сейчас будет здесь грейды вообще не нужны пока что Ютермалу ну грейды конечно грейды не только против циклонов но грейды но он против всех юнитов ребята так и Дрога боится принимать что ты делаешь то Дрога вот адепты урываются что толку то у них бонуса нету сталкеров вот адепты ворвались бы если сюда было бы нормально если бы сзади сталкеры еще бы отблинкнулись в хороших количествах вообще как бы и начинали бы минусовать в итоге сталкеров нету хорошего количества адептов отдал блин жесть какая сколько там циклонов то уже 15-16 ё-мая что за дичь то происходит Федя дичь что за вообще дичь приходит ютермал захватывает просто этот звук поганый вот этот вот он будет сниться Дрога он сейчас ляжет спать а там этот звук голимый блин ютермала сзади ездящий смотрите как сталкеров разных всех захватил тут как они взрывают просто все это дело захватывает еще раз ютермал дестабилизаторы падают иммортлы падают все падает сканов немножечко не хватило ну здесь немножечко поотдавал циклонов конечно но сканы подсвечивают и развал идет просто и муф иммортлы падают сталкеры падают 75-127 ну вот вам и циклоны где-то да там пару-тройку месяцев назад просто вот такой вот увидит коля да нифига себе блин может не надо писать как бы там пак Дэвид Ким что-нибудь такое да может просто еще уровень не достиг как бы да игры того момента когда их начнут применять а вот и уровень короче что ты мне принесешь сюда мау пен еще так так еще другу написал не могу этот оборот перевести я надеюсь что я получаю свободу ну в смысле освободился турнира чтобы что-то там сделать я честно говоря не понял что там сделать друга может против циклонов потрениться да нет навряд ли как-то с энтрями не сможешь ни в коем случае отрезать циклонов потому что они в рейндж-эн-тренинг они придут вообще вот так не Миш, мы это о вас не забываем Гоучу в кубинку будем если мы там снимать короче тогда да так Гахалар она сложно никнейм у тебя на твиче когда ты делаешь даешь более правильный сайт который нужно принять что строить как в контенте ты говоришь видя всю картину играя самому этого не видно я во-первых я и сам играю я в гмл как бы я понимаю что некоторые моменты как бы не по психологии да как бы то что я советую тяжело в игре как бы ну вот их принять потому что ну сам играя да допустим ты все картины видишь и ты не можешь такое решение принять просто это уже с опытом должно приходить но некоторые моменты ну нужно запоминать уже как бы видя что-то там у игроков что как они играют в общем-то и соответственно и соответственно уже подстраиваться но я вижу и всю картину и сам из своего опыта что-то говорю вот эти масты клоны контролируясь грейдами с двух ажей и маст сталкерами с блинком просто все на чай принесешь за чай респект я короче походу а все я даже неправильно понял да я думал он освободился что от турнира вот он сказал была бы у него свобода экспериментировать i wish i had freedom да чтобы попробовать что-то такую страту все да спасибо за подсказку я вообще не в ту степь переводить начал как бы вообще ну неправильно перевел абсолютно чё чё бы инглиш что тут говорить да не штормом грейды и блинк сталкера нужна мобильность против них то что быстро ходит фениксы поднять можно сталкеры фениксы вот фениксы и сталкеры а другого способа здесь особо не вижу другое все они в хлам разваливают вообще архона жирные пофиг он в жизни не догонит даже просто зафокусить своему все ничего не сделать будет вот так возможно да так где-то было написано в сомн м 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 Короче, я чуть не понял, все ушли, походу, не сегодня. Блин, а где было написано, короче, что там у нас вообще? Здорово, Дебанг, о, здорово, и даже ты меня нашел, я не играю уже, я комментирую, это фактически моя работа на данный момент, ну и сам поигрываю бывает, ну сейчас что-то я пытаюсь выяснить, ни хрена не понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, ребят, все, сию ту муру, говорю я, мазефак, отчитаю рыбачок, и делаю стоп-старт, чтобы, короче говоря, показать вам, что будет завтра, ждите.